Вижу нашего первого спикера, поэтому смело можно начинать. Не будем ждать, Николай. Да, давайте, я думаю, что все присоединятся. Людям трепетно относиться ко времени своему и коллег в декабре. Да, да, задержка не более пяти минут. Да. Всем добрый день. Екатерина Кендрук, замисполнительного директора Ассоциации менеджеров. Пусть и в онлайне, но рада видеть достаточно хороший состав. Знаю, что еще будут присоединяться, потому что по количеству регистраций, несмотря на изменение формата на последнем заседании, интерес, в общем-то, определен. Напомню, что мы находимся на комитете по внутрикорпоративным коммуникациям Ассоциации менеджеров, одного из бизнес-объединений, старейших, нашему объединению более 20 лет. Комитет по внутрикорпоративным коммуникациям нас возглавляет в этом году. Я очень надеюсь, что продолжит в следующем Лариса Рудакова, наш модератор и руководитель комитета. Сегодня очень интересная тема, итоги 23-го, тренда 24-го. Об итогах хочется сказать, что комитет не просто, мне кажется, результативно и эффективно отработал, а сделал один важный и очень серьезный шаг для того, чтобы функция директора по внутрикорпоративным коммуникациям была еще больше видна в деловом сообществе. Не буду долго задерживать, да, Лариса расскажет и про инструментарии, и представит всех спикеров, но всем желаю интересной дискуссии. Лариса, пожалуйста. Да, добрый день, еще раз коллеги. Меня зовут Лариса Рудакова. Я президент коммуникационной группы MediaLine. Мы члены Ассоциации менеджеров уже не первый год. И я лидер проекта Интерком. Это премия в области корпоративных коммуникаций и большое сообщество всех, кто интересуется взаимодействием бизнеса с сотрудниками. У нас действительно был такой очень продуктивный год. Спасибо всем, кто поддержал меня в марте. Меня избрали председателем комитета. Это очень интересный такой вызов, и он еще больше позволит и сформировать, и объединить сообщество, и, собственно, продолжать двигать нашу профессию. Мы встречаемся уже в четвертый раз. Первая встреча была в апреле. Мы обсудили вот как раз насущную тему важности позиции директора по внутренним коммуникациям в бизнес-ландшафте. Это связано и с ситуацией кризиса, и с прошедшей пандемией, еще, кстати, не до конца прошедшей, и с кадровым голодом, который сейчас наблюдается в стране. Наша профессия и наша функция в компаниях на виду. Мы продолжили это обсуждать на дискуссии, когда очерчивали рамки профессии и формировали список компетенций и сферы ответственности директоров по внутрикорпоративным коммуникациям в компаниях. И это, собственно, помогло сформировать заявку на рейтинг. Первый пилотный рейтинг, который, спасибо ассоциации менеджеров, в этом году был запущен. И, наконец, была верификационная встреча в октябре, где была провозглашена топ-десятка лидеров рейтинга. Всего около 50 компаний и их представителей подали заявки на участие в рейтинге. Для первого года это здорово. И 25 октября на конференции Интерком мы наградили первых пять финалистов. Кто, может быть, упустил информацию, напомню, лидером рейтинга в этом году стала руководитель внутренних коммуникаций «Газпромбанк» Яна Белоножкина. Я, может быть, не очень точно назвала ее должность, это можно погуглить. Ну и остальные девять кандидатов из компаний не менее достойны. Вся информация есть на странице рейтинга ассоциации менеджеров. И, наконец, сегодня мы собрались для того, чтобы подвести итоги того, как жила и развивалась отрасль и конкретное направление в ваших компаниях и поговорить на основании этих итогов о тех трендах, которые нас ждут в 2024 году. Спасибо всем, кто к нам присоединился и еще присоединяется. Я рада, что МЭМ, давайте, уже после Нового года в нашем сообществе не работает. Внутри коммы, как известно, в огне и в активной такой фазе до, мне кажется, 31 декабря. И здорово, что мы все-таки нашли время сегодня собраться и такие важные темы обсудить. Ну, как обычно принято сейчас, начинаем со смыслов. Да, прежде чем мы будем обсуждать инструменты и те кейсы, которые характеризуют тенденции минувшего года и то, что нас ждет в будущем, давайте поговорим о смыслах. На самом деле мы живем в турбулентное время, все меняется, меняются наши с вами ценности, меняется идеология корпоративной и корпоративной ценности в компаниях. И вот мы, проект Интерком вместе с агентством Джоби осенью этого года решили провести небольшое исследование для того, чтобы понять, как меняется корпоративная культура компании, как она изменилась, куда она стремится в ведущих компаниях, в ведущих отраслях рынка, для того, чтобы понимать, с чем нам сообщество внутри комов и каждому из вас предстоит и приходится сейчас работать. Очень важно, что в головах у наших сотрудников, очень важно, что в планах у собственников и топ-менеджеров бизнеса, потому что они, собственники топ-менеджмента, наши главные заказчики, а, собственно, они диктуют нам, как меняется корпоративная идеология, как должна меняться корпоративная культура. Я с удовольствием предоставляю слово Ольге Астаниной, управляющему партнеру агентства Джоби. Джоби вместе с Интеркомом. Вот мы в октябре провели это исследование. Очень любопытные получили результаты. И я думаю, что они вот как раз помогут нам в дальнейшем обсуждать тему итогов и трендов. Ольга, пожалуйста. Да, Лариса, спасибо большое. Всем доброе утро. Меня зовут, да, еще раз представлюсь, меня зовут Ольга Астанина. Я управляющий партнер агентства Джоби. Сейчас начну шарить экран. У меня есть небольшая презентация. Так, надеюсь, что сейчас все видно. Смотрите, в двух словах, кто мы, что мы, почему, собственно, мы на эту тему говорим. Мы существуем 6 лет на рынке, и большую часть того времени, которое существует агентство, мы занимаемся проектами в области работы с корпоративной культурой, внутренними коммуникациями. От каких-то больших историй, типа аудитов корпоративной культуры, внутренних коммуникаций, разработки ценностей, сопровождения в культурных трансформациях до точечных вещей создания корпоративных книг, этических кодексов, роликов, редполитик, онлайн-вечеринок и так далее. То есть вот все, как оказалось бы, да, корпоративная культура, внутриком такая узкая специализация, но я уверена, что все присутствующие здесь понимают, насколько это широко и глубоко, и сколько там всего есть. И действительно, мы еще, поскольку мы много принимаем запросов про ценности, про работу с корпоративной культурой и так далее, мы стали от абсолютно разных компаний, из абсолютно разных сфер, слышать, ну, какие-то похожие вещи, похожие месседжи. И нам захотелось понять, а действительно ли вот что-то меняется и та ситуация, которая есть в России, влияет, да, новые реалии, они влияют на корпоративные культуры и на внутренние коммуникации или вот у нас так подобрались клиенты. Мы додумали исследования, спасибо большое коллегам из Интерком, которые поддерживают любые классные инициативы, которые продвигают рынок. И, собственно говоря, целью исследования поставили понять, влияет ли изменение политико-экономической ситуации в стране на корпоративные культуры и каким образом влияет. Вот какая была структура исследования, что смотрели, задавали вопросы про корпоративную культуру, какие здесь есть изменения, какие ценности востребованы сейчас сотрудникам, что компания может дать. Про роль внутренних коммуникаций, как она меняется или не меняется, какими становятся внутренними коммуникации. В третьей части спрашивали про новые практики работы с персоналом, то есть немножко пошире, чем внутриком, потому что, собственно, все, что с персоналом происходит, оно влияет и на внутриком, и на корпоративные культуры, и про стиль лидерства, про руководство, как оно себя ведет. Опять-таки, да, стиль руководства – одна из, один из составляющих важных элементов корпоративной культуры. И немножко забегая вперед, вот сегодня в своем выступлении я расскажу выводы, краткие по каждой части, поскольку времени немного, ключевые факторы, ключевые тренды, ключевые изменения, а после уже, если будет интересно, будет QR-код, можно скачать большой отчет, и там уже будет много цифр, цитат и так далее. Вот если интересно будет покопаться, то welcome. Вкратце про само исследование. Методология включала качественные и количественные методы. Да, 12 глубинных интервью мы провели в числе респондентов, были вице-президенты по HR, HR-директора и руководители департаментов по внутрикому, бренду-работодателю, корпоративной культуры, да, в разных компаниях по-разному называется. Соответственно, получили здесь ряд информации, сделали гипотезы и проверили выводы на опросе онлайн-сообщества. Мы релевантно получили 105 ответов, их было больше, да, но мы скринером отсеивали те, кто в нашу выборку не должен был попасть. Из всех отраслей были наши респонденты. Большинство это IT, машиностроение, производство, добывающая промышленность и ритейл, но в целом были представлены все отрасли. Ну что, давайте теперь немножко про исследование рассказала, давайте про ключевые моменты, которые увидели. Первое, о чем хочется поговорить, про основные тенденции работы с корпокультурой, что влияет, что меняется. Ну, конечно, дефицит персонала, об этом говорят все, и он приводит к тому, что внутренняя политика кадровая переориентируется с найма персонала на удержание персонала. То есть найм, естественно, важен, но в сильно большом фокусе внимания удержание персонала. Второй важный момент, что это то, что уже отметила Лариса, что мы живем в такое супер турбулентное время, и еще начиная с пандемии у сотрудников сильно растет тревожность. Соответственно, основной запрос сотрудников к компании, запрос в табильности и заботе. Что вот, во-первых, ну, я понимаю, что у меня здесь есть какой-то островок уверенности, да, а во-вторых, ко мне здесь нормально относятся, со мной по-человечески разговаривают, да, и компания, ну вот, заботится о моем всевозможном благополучии. Об этом немножко попозже поподробнее поговорим. С другой стороны, вот именно запрос от компании к сотрудникам, это история про эффективность, это история про умение работать на результат, потому что, а, людей мало, и нам важна производительность, б, ну, постоянно меняющиеся обстоятельства требуют, что мы могли в разных обстоятельствах достигать результата. И вот это запрос от компании к сотрудникам. Что интересно, что тренд на удержание, а также рост тревожности приводит к тому, что забота о сотрудниках становится одним из важнейших приоритетов внутри кома. То есть вот если там еще пять лет назад, ну, не особо были в тренде стримы, связанные со спортом, с корпоративным волонтерством и так далее, это все там в разных компаниях так или иначе было. Но в каком-то точечном, небольшом, несистемном объеме. Вот сейчас это уже история, которая прям сильно в фокусе. И забота о сотрудниках, перехожу на следующий пункт, выражается уже в целом ряде практик работы, как с физическим, с психологическим, с ментальным здоровьем и так далее. То есть если там в пандемии, в СВО это были скорее какие-то прям экстренные меры, то сейчас компании выстраивают комплексные системы и обеспечивают сотруднику спорт, обеспечивают участие в каких-то там благотворительных проектах, создают неформальные сообщества и формальные, да, стимулируют это. Это стимулирует, понятно, что есть такая уже как в фоновом режиме всевозможная психологическая помощь, чтобы как бы создать сотруднику среду, где он может реализоваться в области какой-то помимо работы. Что тебе не нужно вовне ходить искать, там, что тебе там про спорт делать, что, где тебе какую-то пользу, да, принести. Вот мы уже подобрали для тебя разные варианты активности. Пожалуйста, если хочешь, участвуй. Ольга, ну у нас на эту тему как минимум два кейса будет сегодня. Работу о сотрудниках, поэтому я думаю, что все понимают, о чем мы говорим. Отлично. Тренд на удержание форстируют и другие практики. Это работа с кадровым резервом, усиление обучения персонала и так далее. И понятно, что здесь корпоративные культуры, в том числе, вот, больше с точки зрения ценностной истории начинают говорить про рост, развитие различных проектах, там, с маркетплейсами, вакансий и так далее, в компаниях разрабатываются и появляются. Выросла скорость и открытость коммуникации со стороны компаний, в том числе со стороны руководства, об этом чуть подробнее еще скажу. И гибкость и адаптивность компаний и бизнес-процессов в компаниях стала основой их эффективности. И вот здесь тоже такой момент, что, с одной стороны, в компании есть адаптивность такая реактивная, да, когда что-то случается, и мы там через кровь, боль, пот, слезы решаем вопросы. Либо мы, как компания, действительно внутри меняемся и с точки зрения культуры, и с точки зрения подходов, процессов, принятия решений и прочее. И когда что-то происходит, мы к этому уже нормально относимся, вот это не так больно становится, да, и вот здесь выбор, ну, идем мы туда по-настоящему или не идем. Поэтому хочется поговорить также про тенденции в HR, они где-то пересекаются, где пересекаются, не буду останавливаться. Что отмечали, вот именно когда про HR говорили, что в целом в работе с персоналом идет большой рост роли информационной безопасности. Компании стараются минимизировать всевозможные риски. Второе, да, что внутреннее обучение кадровый резерв, важная часть HR протегии сказала, расширение возрастных рамок для соискателей, вот с точки зрения эмплойер-брендинга. Скорее всего, как тренд на следующий год, у нас будут проекты, когда мы нанимаем людей там с 14 лет, и как нам их привлекать, и в рамках законодательства действовать, и как работать с возрастными сотрудниками, в том числе 70-плюс сотрудниками. Работа с мобилизацией, отсрочками, мобилизованными, то, о чем говорили, и то, о чем мало говорили, но, скорее всего, со следующего года будет все больше. Работа с теми, кто возвращается с СВО, как их интегрировать в такую обыденную реальность. Да, увеличение внимания физическому здоровью не останавливаюсь, и государство как конкурент на рынке труда. То есть вот раньше мы на это не обращали внимания, а сейчас это и служба по контракту, и мобилизация, которая пришла, и необходимость там для государства привлечения сильных кадров для решения госзадач. Вот неожиданно такой новый игрок появился на рынке труда, и игрок очень сильный. Теперь давайте поговорим немножко про руководство, про ООС и лидерство. Вообще, в целом, все респонденты отмечали, что, конечно, текущая политическая и экономическая ситуация в России представляет собой абсолютно глобальный вызов для руководства любой компании. И нам было интересно, как действуют топ-руководители в этой ситуации. Конечно, нам было интересно, в первую очередь, с точки зрения коммуникации корпокультуры. Первое, увеличивается частотность и тональность коммуникаций. Вот важно коммуницировать оперативно, да, и понятным сотрудникам ТОНОФ-8. Многие подразделения внутренних коммуникаций, особенно таких госкорпораций, либо компаний, которые являются системообразующими, они вот прям перерабатывают вот эти приказы, распоряжения и так далее в понятный для обычных сотрудников язык. Руководители спрашивают мнение у членов команды, да, соответственно, берут обратную связь, но при этом, тут немножко перескакиваю, часто единолично принимают решения. То есть вот дискуссию относительно идей, подходов, решений мы допускаем, но решение принимается единоличным. Руководители сплачивают команды при разности мнений и настроений сотрудников. Вот после СВО, да, это особенно ярко проявилось, берут на себя новые роли. Теперь лидер решает несколько функций, он еще и успокаивает, и должен вселять уверенность и так далее. И вот последнее, о чем говорили, что да, по-честному, лидеры иногда сами теряются, не знают, что сказать, что сделать, но вот сохраняют хорошее, да, вот какое-то лицо и стараются, тем не менее, вселять уверенность, потому что понимают, что если не они, то кто. И вот про стиль руководства спрашивали, хотели подтвердить вот эту гипотезу микса, да, гибридного стиля управления, где есть и авторитарные, и демократические черты, и так и есть. 56% респондентов отмечают именно гибридный стиль управления, либо когда выработка идей, поиск решений идет через демократические инструменты о принятии и реализации решений авторитарно, либо когда решения принимаются авторитарно, а коммуникации идут очень демократичные, френдли и так далее. И последний блок, история про внутренние коммуникации, на этом хочется завершить. Значимость внутренних коммуникаций отмечают все респонденты, что она либо растет, либо сохраняется на высоком уровне в компаниях, где она была на высоком уровне, и отмечают, что сейчас внутриком, вот если раньше, типа, это то, что было на сдачу, там, в HR, в PR и так далее, то сейчас это функция, которая конкурирует и с маркетингом, и с PR, и с HR, и формирует свою повестку. И в целом в компании в зависимости от зрелости и от того, там, какой была функция, да, там, полтора-два года назад, вот проходят четыре трансформации, вот все респонденты про то, либо про это говорили. Первое, когда мы перестаем быть про ивенты, остановимся про выстраивание коммуникаций в компаниях, понимаем, какие у нас целевые аудитории, какие каналы коммуникации, на какие аудитории работают и так далее. Второе, это когда уже вот это все простроено, и ключевая задача смещается с трансляцией информации, смыслов сверху вниз на то, чтобы собирать обратную связь, идеи, настроение, транслировать их снизу вверх. Третье, это то, что когда уже вот это выстроено, да, что внутренние коммуникации становятся главным инструментом при работе с изменениями для адаптации, интерпретации, реализации, поддержки изменений, вот чтобы люди их принимали, чтобы внедряли в каждодневную практику, вот в этом ключевая роль. И четвертая трансформация, да, куда функция в некоторых компаниях трансформируется, это в то, что внутриком становится про создание инструментов и среды, которая будет вовлекать сотрудников в процесс внутренних коммуникаций, в культуру и так далее, как можно больше людей, и создавать вот это пространство для дискуссии и обмена информацией. У меня все, вот таймер сработал, 15 минут прошло. Спасибо за внимание, если формат предусматривает ответы на вопросы, готова ответить на вопросы. Ну и здесь по QR-коду в папке лежит развернутый отчет, где можно прямо в деталях все изучить. Спасибо большое. Ольга, спасибо большое. Ну, я думаю, что на дискуссии, наверное, у нас нет времени, но если есть какие-то прям вот возражения или тренды, которые, вернее, ну, да, тенденции в изменениях корпоративной культуры, которые Ольга не назвала, ну, я думаю, что как минимум было бы интересно это прочесть в чате нашей дискуссии. И, может быть, в конце, если у нас останется время, мы как-то на этот счет просуждаем. Но для того, чтобы действительно сделать все выводы и все проанализировать, очень рекомендую вам посмотреть исследование целиком. Там есть много любопытных фактов. И компании, ну, как бы весомые, представляющие различные отрасли рынка, я думаю, что это для всех полезно и интересно. Да, Лариса, спасибо большое. Здесь точно вот я прошлась по ключевому. Там есть много маленьких моментов про патриотизм и про выбор компаний по ценностям сотрудниками. Ну, вот с этим уже можно ознакомиться в самом исследовании. Спасибо. Да, спасибо большое. Ну что, мы продолжаем наш разговор о том, как жили, как менялись внутрикорпоративные коммуникации в 2023 году. Я думаю, что у всех на слуху вот этот термин, который, собственно, вытекает из того, что говорила Ольга, — человекоцентричность. На Питерском форуме, не знаю, многие ли из вас были на нем, этому был посвящен, посвящена чуть ли не каждая дискуссия, было даже отдельное мероприятие, посвященное этой теме. Проходит мероприятие в регионах под брендом «Человекоцентричность». Все коммуникационные форумы смотрят на эту тему. Интерком 2023, премия и конференция, которую, собственно, я представляю, в этом году этой теме посвятил главный фокус нашей конференции. Я думаю, что вот та самая забота о сотруднике и о создании для него комфортной среды, ну, это одни из таких, ну, там, двух, да, реперных точек того, что мы понимаем под «Человекоцентричностью». Но я хочу сказать о том, что есть компании, которые вот громче всех звучат с этой темой. Это, конечно, «Росатом», «Газпромнефть», это компания «Скона». Вот мы постарались всех их пригласить к нашей сегодняшней дискуссии, чтобы они рассказали, как в их компании вот тренд на «Человекоцентричность» реализуется, как они его понимают и в чем это заключается. Ну, не все смогли принять участие. И мы начинаем с Ларисы Малышевой, руководителя коммуникационного блока, простите, точное название должности вы можете посмотреть в нашем анонсе, компания «Скона», невероятная, интересная компания, которая будет развивать, соберет призы на всех профессиональных премиях. И Лариса сейчас нам расскажет о том, как в «Осконе» понимают «Человекоцентричность» и как ее реализуют в практике взаимодействия бизнеса с сотрудниками компаний. Лариса, пожалуйста, вам слово. Добрый день, коллеги. Лариса, спасибо большое за такое представление. Очень приятно. Ну что ж, немножко о нас, что такое «Скона» сегодня и почему для нас «Человекоцентричность» сейчас – это крайне важная история. Мы большие, мы один из крупнейших федеральных производителей, ритейлеров товаров для дома и для здорового сна. И мы очень выросли в плане управления работы с персоналом за прошедшие два года. Это видно по показателям уровня текучести. Мы в целом находимся чуть ниже, чем системный бенчмарк по производственным и розничным компаниям, поскольку у нас есть и собственное производство, и розница, и логистика. У нас такой вот микс бенчмарков, которые мы смотрим. Что вкратце, что у нас из себя представляет производство – это 10 производственных площадок, это более 15 тысяч производимых ассортиментных позиций, это огромное количество выпускаемых товаров. Мы порядка 70% того, что продаем, мы выпускаем самостоятельно. Поэтому для нас и розница, и производство – это ключевые направления работы с персоналом и с сотрудниками. очень важно понимать, к чему идет бизнес, и почему вдруг тема человекоцентричности для бизнеса стала актуальна. Ведь бизнес, в первую очередь, это история про прибыль, про зарабатывание денег, про финансовую устойчивость. Так вот, у Осконы стратегические цели, их на самом деле много, но главное – это достаточно большой экономический и финансовый рост за счет отвоевывания доли рынка в России и СНГ, продуктовой и географической экспансии, гибкости и устойчивость. Несомненно, у каждого бизнеса есть стратегические цели, которые им необходимо достичь. За счет чего эти стратегические цели достигаются? У нас достаточно долгое время был фокус, в первую очередь, на клиентах. Мы говорили, что мы клиент-центричная компания, что для нас клиент – один из важнейших элементов построения устойчивости бизнеса, один из важнейших элементов, куда мы прикладываем свои усилия, и измеряли мы это с помощью показателя Net Promoter Score NPS. И, как мы видим, за два года у нас уровень NPS клиентский существенно вырос, мы очень много сделали в этом направлении, но не клиентом, не внешним клиентом, единым жив бизнес при всей нашей любви к внешнему клиенту. А что же с фокусом на сотрудниках? Почему он все-таки критически важен, особенно сейчас, в новое время? Мы также поняли, что без фокуса на сотрудниках мы просто не можем достичь тех целей, которые мы перед собой ставим. Мы в одни из ключевых KPI, которые стоят в фокусе всех топ-менеджеров и вообще всей компании, в том числе фиксируем и NPS – Employee Net Promoter Score. И в прошлом году мы по этому показателю выросли практически в два раза. по 2023 еще пока данных нет, мы только-только финализировали опросы сотрудников. Мы очень надеемся, что эта цифра у нас увеличится. И, конечно же, люди – это то, что необходимо для успешного развития компании и для того, чтобы мы могли обеспечивать экономическую стабильность, мы должны обеспечивать успешность, но в конце концов работу и зарплату тем сотрудникам, которые идут с нами и развиваются с компанией. Поэтому люди внутри компании становятся одним из главных фокусов. И вот здесь те вызовы, те какие-то сложные ситуации, та турбулентность на внешнем рынке, с которыми мы сталкиваемся. Бизнесу нужно понимать, что он должен обеспечивать рост, готовность к этим вызовам и стабильность для того, чтобы наш персонал, наши сотрудники, с которыми мы работаем, понимали, что они могут быть уверены в своем будущем, в своем завтрашнем дне, работая вместе с нашим брендом. Самая, скажем так, важная и самая правильная история для того, чтобы обеспечивать органический рост компании, это счастье сотрудников. Но она все-таки одна из самых сложных для реализации истории, потому что, во-первых, понятие счастья многосоставное, но это то, к чему должны стремиться компании. А почему к этому нужно стремиться? Потому что счастливые сотрудники в разном понимании слова счастья как раз и обеспечивают органический рост компании, который идет сам по себе, для которого не нужно прилагать сверхусилия, тратить огромное количество денег, вкладывать какие-то совершенно бешеные ресурсы в различные развивающие программы или еще во что-то, во что-то инвестировать. То есть это та вещь, которая будет в любом случае двигать бизнес, если мы обеспечим часть из своих сотрудников. Иногда наша корпоративная культура стала трансформироваться. Она стала не только клиентоцентричной, но она стала еще и сотрудникоцентричной. Мы понимали, что счастье, опять же, как я уже говорила, это очень многогранная история. Есть гигиенический минимум, так называемый, который нужно обеспечивать своим сотрудникам. И есть сверхистории, которые мы можем предоставлять своему персоналу для того, чтобы он чувствовал себя счастливым. Нам нужно было ответить на вопрос, о том, что же такое счастье для наших сотрудников. Там было много факторов, но один из этих факторов был возможность развиваться и реализовывать себя, возможность получать внутри компании те сервисы, то отношение, которое бы декларировало бизнес с человеческим лицом, я бы так сказала. Поэтому в части внутренних сервисов, в части внутренних процессов мы стали двигаться в сторону сервисно-ориентированной корпоративной культуры. Мы стали разбивать колодцы и стены между подразделениями. Мы стали создавать кросс-команды. Мы давали этим кросс-командам больше полномочий внутри компании для принятия решений, для подсвечивания каких-то инициатив. И люди стали понимать, что они реально могут повлиять на процессы, что они сами принимают участие в этих процессах, что они влияют на развитие компании каждый день тем, что они делают. И это стало одним из ключевых драйверов изменений в части сервисно-ориентированной корпоративной культуры. Мы стали менять парадигмы и стали двигаться от более реактивного отношения к проактивности. И это реакционизм и проактивность, это мы не о топ-менеджменте сейчас. Это о рядовых сотрудниках, о линейном менеджменте. Мы дали больше свобод людям подсвечивать свои инициативы и выносить эти инициативы на более высокий уровень и реализовывать эти инициативы. Таким образом, у нас поменялся подход к формированию всеобщего глобального бюджета компании. Мы перешли к позиции, которая называется «pean budgeting». И все, что заложено в бюджете компании на развитие на следующий год, на ближайшие три года, у нас идет как инициатива снизу. Раньше все это назначалось сверху, все собирались, определяли стратегии вектора развития. Сейчас мы собираем, начинаем собирать инициативы от рядовых сотрудников, начиная реально от рядовых сотрудников производства, сборщиков матрасов, сборщиков диванов, заканчивая линейными руководителями, менеджерами, управленцами среднего звена. У нас раньше мы три месяца тратили на защиту расходов, а сейчас мы эти же три месяца тратим на создание идей для роста. Почему это для нас важно? Раньше было порядка 250 инициатив, которые мы генерировали на уровне топ-менеджмента. Из них утверждалось порядка 70 инициатив, которые драйвили бизнес. И на эти инициативы планировалось выделять 12 миллиардов рублей, но в итоге там 7, чуть меньше мы тратили. В 2023 году у нас было предложено 500 инициатив, это снизу, это от рядовых сотрудников. Из них прошло защиту 150, и они реально реализовываются в течение 2023 года, и сейчас ровно с такой же историей идем в 2024 году. К чему это привело? Очень большое количество примеров, но я остановлюсь на одном, он самый показательный. Это внутренние стартапы. Это одна из инициатив, инициатива нашего сотрудника, которого очень драйвила история про переработку матрасов. История с утилизацией, со старыми матрасами, это на самом деле вещь такая, которая в России в принципе не выстроена, процессов не существует. У нас нет индустрии, которая бы позволяла перерабатывать и утилизировать матрасы. Сейчас старые матрасы вывозятся на свалку в большинстве своем. Это неправильно. Почему их утилизировать сложно? Потому что это сложный составной продукт, и там есть много различных компонентов, которые по-разному утилизируются. И вот наш сотрудник, он из отдела закупок, которые занимаются закупками сырья для производства матрасов. Он реально драйвил эту историю, и он начал ее изучать, и подал инициативу по созданию проекта по переработке матрасов. У него было два варианта этого проекта. Первый в лайтовом варианте, когда на базе цеха делается участок по переработке, а второй, когда мы строим полноценный заводской комплекс с переработкой матрасов. Мы решили пойти по этапу начать с цеха, потому что, в принципе, у компании подход такой, что мы сначала тестируем гипотезы, а потом уже раскатываем это в масштабах всего производства, либо там всей розницы, либо всей страны. Мы выделили средства на то, чтобы человек мог реализовать свою идею. Он собрал команду, сам собрал. Он вместе со своей командой кросс-взаимодействия, они там вместе с приданными ресурсами бухгалтерии, юристов, финансистов полностью сформировали все процессы, полностью сформировали всю историю по закупке оборудования, установке, пусконаладке. И с 27 апреля проект стартовал. На текущий момент проект уже вышел на окупаемость, то есть он полностью окупил все свои затраты. Сейчас этот проект раскатывается на более прибыльную историю для того, чтобы быть оперативно-эффективным. Ребята отрабатывают не только утипизацию матрасов, но и утипизацию диванов и подушек. И это только один из поданных идей, которые мы раскатываем в компании. Почему это важно? Мы хотим слышать каждого. И это важная часть человека центральной культуры. Потому что для наших сотрудников по вопросу ИНТС одной из параметров счастья было как раз «Услышьте меня! У меня есть идея! Я хочу понимать, я хочу чувствовать, как я влияю на процессы в компании, и я хочу какие-то вещи драйвить сам. Я хочу, чтобы у меня были возможности и полномочия для реализации. И я горжусь тем, что я делаю, но я хочу понимать, какую пользу я приношу. И наша вот эта вот инициатива с идеями снизу, со стартапами внутри компании и с развитием внутри компании, она позволяет не только нам двигать бизнес и открывать для себя новые горизонты, но и самое главное – это давать возможность реализовываться нашим сотрудникам. Для нас это ключевая часть клиентоцентричности, человекоцентричность в условиях того, что люди при прочих равных скорее всего пойдут работать туда, где им будет интересно, где они будут востребованы, где они не только будут работать за зарплату, но и будут реализовывать то, что их драйвер. И мне кажется, это очень важная история человекоцентричности. Конечно же, команда – важнейший драйвер роста. И команда – это одна из главных наших стратегических целей, которую мы выстраиваем. И здесь на экране небольшая часть тех целей по команде, которую мы себе ставим, но это все правильно вложиться в историю человекоцентричности. У меня все. Если у меня есть время, я готова ответить на вопросы. У меня, к сожалению, нет таймера. Но... Да, Лариса, спасибо большое. Коллеги, я думаю, что один вопрос мы можем себе позволить. Если одни есть в аудитории, поднимайте руки или пишите в чате. Лариса, спасибо большое. В чате как раз вопрос, коллеги. Да, да, давайте. Лариса, вопрос как раз к вам. Все 150 проектов про бизнес? Да, все 150 проектов про бизнес, но это не только физический бизнес, это и сервис, и какие-то околобизнесовые истории. Но они все должны быть в парадигме направления деятельности компании. Это здоровый сон, мебель, вот это вот все. Ну, то есть там, условно, выразить простора Марса мы не будем, но вот, там, не знаю, сделать игрушки можем рассмотреть. Здорово. Кстати, игрушки будет делать Макдональдс в ближайшее время, знаю точно абсолютно. Ну, вернее, прошу прощения, вкусные точки. Прошу прощения. У них, да, у них есть хэппи мил, ну, вот детский товар. А у нас есть Аскона Холма, мы недавно открыли специалитет Аскона Китс, это товары для детского сна, где там как раз тоже есть эти игрушки, мы пока сейчас их закупаем, но планируем производить самостоятельно. Это тоже бизнес-идея наших сотрудников. Да, 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 причем, насколько мне известно, они уже просчитывали достаточно прибыльное, то есть срок отопления такой большой. Там есть маржинальность, это точно. Мы тоже считали. Спасибо большое, Лариса. Спасибо. Я, пользуясь случаем, хочу поздравить Ларису с тем, что она заняла вторую позицию в нашем рейтинге директоров по внутрикорпоративным коммуникациям, вот о том рейтинге, о котором мы с Катериной говорили в самом начале. Ну, что? У нас говорят, вошла в тройку. Вошла в тройку, вошла в тройку. Мне кажется, это здорово, это первый рейтинг, и все, кто вошли в тройку, в десятку, и все, кто подали заявки в прошлом году, большие молодцы. Спасибо большое. Коллеги, движемся дальше, продолжаем обсуждать тему заботы о сотрудниках. Вы знаете, помимо тренда на человекоцентричность, уже три года на всех конференциях говорят о комплексных программах вэлбинга. Это то, что раньше называлось скромно социальным пакетом, сейчас называется красивым зарубежным термином, который, видимо, уже как-то нужно переводить в соответствии с трендами на наши термины, программы, комплексные программы заботы о сотрудниках. Очень много проектов вот в контуре конференций, премий, много прозвучало проектов на эту тему на интеркоме, на клубах, на нашей премии, но мы совершенно случайно недавно узнали о том, какой интересный опыт есть у крупнейшей нашей телекоммуникационной компании, компанией Ростелеком. Дело в том, что коллеги не только могут рассказать о том, как они создали комплексную программу вэлбинга, но и о том, каких шишек они уже успели понабивать и какие советы, комментарии, лайфхаки могут сегодня озвучить на нашей встрече, чтобы вы их учитывали в вашей работе. Ну и в принципе Ростелеком работает над тем, чтобы эти ошибки стали их преимуществами и программа становилась еще более успешной, еще более востребованной у сотрудников. Сегодня о том, как развивается простите, у меня закрылась важная страница с программой, о том, как развивается программа вэлбинга в компании Ростелеком нам расскажет руководитель управления руководитель сейчас, простите. Я могу представить сам, меня зовут, да, я, ну если там по должности это называется директор департамента, но в принципе да, я тут человек который... Так и слово Ростелекому, пожалуйста. Да, доброе утро, добрый, да, почти уже день коллеги, сейчас я попробую запустить презентацию. Так, я просто уже давно не работала в Зуме, видно? Видно. Отлично. Наталья Вякина, директор департамента внутренних коммуникаций и корпоративной культуры компании Ростелеком. Наталья, простите. Нормально, я вообще не про должности, не про статус, мне это не так принципиально. Да, коллеги, очень рада рассказать о нашем опыте и на самом деле наш опыт заключается в том, что да, мы любим набивать шишки и совершать ошибки, потому что мы за это не чувствуем внутри и вообще в целом в культуре компании нет наказания за ошибки, а есть понимание того, что это дает нам бесценный опыт получить эту ошибку и понять, как с ней работать. Давайте я кратко расскажу о нас, мы действительно очень большие, у нас география от Чукотки до Калининграда и я всегда говорю, что Ростелеком это Россия в миниатюре, потому что практически в каждом населенном пункте нашей страны есть кто-то, кто представляет компанию Ростелеком, хотя бы один сотрудник, потому что наша команда это более 100 тысяч человек и более там 6 тысяч уже офисов, больших и маленьких и совсем маленьких, поэтому в принципе везде вы можете найти как Почту России, так и представительство Ростелекома. Наш коллектив действительно очень многообразен, у нас есть различные профессии, и возраст, и стаж, у нас есть люди со стажем 50 плюс лет в Ростелекоме, у нас есть, понятно, что люди с средним образованием или даже без полного среднего образования и очень низким доходом, ну и естественно есть люди из категории айтишников и самых прогрессивных профессий с несколькими российскими и зарубежными образованиями, то есть коллектив настолько многообразен, что индивидуальный подход к каждому это, наверное, единственный, в каждой группе аудитории, скажем так, это единственный шанс вообще что-то действительно ценное делать для этого коллектива. Ну и если говорить про результаты наших внутренних исследований, то практически каждый год у нас баланс попадает, баланс работы и личной жизни попадает в зону роста. Ну, наверное, это такой же тренд, это у большинства компаний так, но тем не менее мы в какой-то момент сделали это одним из фокусов и система Wellbeing у нас существует с 2019 года, но в 2020 пандемию она приобрела, наверное, такой дополнительный эффект, дополнительный рост и вот с 2020 года мы планомерно год из года ее развиваем, дополняем и я сейчас там про многие из практик расскажу. Что интересно, я когда увидела EMPES Ascon, это было просто улыбнулось, потому что у нас ровно такой же вот по итогам замера прошлого года был показатель EMPES 27,7. Вот в этом году мы замеры начнем делать ровно после праздников январских в январе и вот увидим, как он изменился. EMPES у нас тоже растет, как и EMPES внутренний, и мы, в принципе, эти два показателя для себя не разделяем, то есть для нас понятие клиентоцентричности оно же равно человеку центричности, потому что по большому счету клиент как внешний, так и внутренний это наша такая единая поляна, с которой мы работаем. Итак, что такое к системе WillBing? Я действительно думаю, что пора отходить от этого слова WillBing, мы его стараемся уже внутри заменять на систему благополучия сотрудников, но тем не менее здесь система заявлена, поэтому я адаптировалась к ней. В первую очередь мы хотели сформировать единый подход. В компании, ну и в каждой компании, которую вы сейчас представляете, естественно, есть набор инструментов стандартных, там, ДМС, мобильная связь, еще что-то, что является частью систем благополучия. но, как правило, и у нас это тоже так было, да, что это не объединено какой-то комплексной историей, это не ведется как-то вот целенаправленно, на это не смотрится как вот, где у нас серые пятна и где эти серые пятна надо закрывать, а просто делаются какие-то отдельные инициативы, проекты, и все это как-то вот реализуется. В целом, как правило, неплохо, но это не система. Вторая причина, наверное, это вовлеченность, то есть мы понимали во внутренних исследованиях, что люди постоянно говорили о том, что им хочется одно, другое, третье. В какой-то момент мы собрали все эти комментарии, посмотрели, каких из них больше, какие из них важны для нас, как для компании с точки зрения бизнеса, развития людей и наших бизнес-задач, и стали понимать, чем нам в первую очередь надо заняться. Ну, привлечение, удержание талантов. Удержанием мы тоже занимаемся уже на самом деле несколько лет, то есть для нас приоритет это сохранение и развитие наших талантов, оно первично над поиском новых. То есть в первую очередь нам важно держать свой такой хайп-про, хайп-по ресурс. Ну и, конечно же, клиентоориентированность. Тут уже коллеги до этого говорили, что счастливые сотрудники, они, естественно, влияют и на бизнес, и делают наших клиентов счастливыми, поэтому, безусловно, это тоже такая связка явная. Быстро расскажу про наши ценности. Наши ценности, их четыре, они очень простые и понятные. Одна из них простота, одна из них человечность. И, в общем-то, эти ценности пронизывают все наши проекты, причем пронизывают в комплексе. Мы стараемся, чтобы проекты были и человечными, и технологичными, и про развитие, и при этом они были настолько простыми, что человек сразу понимал, что от него нужно, и как он может получить какой-то результат внутри какого-то проекта или инициативы. При этом, вот сейчас все говорят про ценности, и вот в исследовании было, что ценности меняются, культура меняется или не меняется. Я могу сказать, что ценности начали работать вот в последние как раз три года, когда началась пандемия, продолжилась СВО, мобилизация и прочее. Потому что люди, на самом деле, внутри компании увидели эти ценности. Это надписи на стенах и красивые слова, или это реально работает, или они видят, что есть человечность в компании, или они понимают, что действительно мы про развитие. Ну, то есть вот у нас очень явно произошло такое ощущение, мироощущение сотрудников, что ценности – это не слова, а это то, что работает. Они даже, может, не знают эти четыре ценности, мы им их не вдавливаем куда-то, да, а просто они понимают, что вот по этому принципу живет компания. И мы это понимаем, реализуя наши проекты. Ну, наверное, тут я просто расскажу, что мы сделали три шага для того, чтобы создать именно систему, да, проанализировали, систематизировали и подумали над тем, что нового и важного мы можем сделать, чтобы дополнить и именно создать систему, а не просто набор инструментов. Ну, и вот представляю вам так, в общих чертах нашу территорию возможностей. Про все это говорить, наверное, можно долго, я, наверное, остановлюсь на ключевых. В общем, мы взяли пять направлений, разбили их, разбили на них наши инициативы и на первом этапе увидели, где есть действительно незаполненные зоны. И эти зоны были и в социальном благополучии, и в профессиональном благополучии, и в среде, и в финансовом благополучии, то есть практически везде. Так или иначе, эти серые зоны были. И на основании комментариев, полученных от наших сотрудников, мы стали их дополнять. Таким образом, что у нас появилось? Ну вот, например, ДМС телемедицины у всех. Это тоже появилось по итогам комментариев наших сотрудников, потому что изначально ДМС, например, у нас был только у определенных, даже не категорий, а территориально расположенных сотрудников, потому что, условно говоря, в каком-то селе просто нет поликлиники, обслуживающейся по ДМС. Тем не менее, мы видели, что сотрудники про это часто говорят, что им этого не хватает, что они обижены, что они считают, что это какое-то ущемление их прав. И мы нашли вариант. Первый – телемедицина, а вторая – что по итогам телемедицинских обследований они могут уже обследоваться в более крупном городе тоже с прикреплением к ДМС, потому что, когда выявляется какая-то серьезная проблема, они уже могут пользоваться вот этим сервисом. И это, в принципе, большинство из них устроило, потому что другого решения было найти сложно. У нас появился формат гонки героев, например, да, тоже там были всякие спортаки, турниры, еще что-то. Потом мы увидели, что есть люди, которые не занимаются конкретно спортом, но хотят заниматься спортом. Мы внедрили гонку героев, это пользуется большой популярностью. Ну, если говорить про полученную среду, то, наверное, здесь в топе это гибкая графика, удаленная работа, работа без декрета. Я могу сказать, у меня двое детей, одному старшей дочери пять с половиной лет, младшему ребенку пять месяцев. Я ни один раз не уходила в декрет из компании, то есть ни одного дня не пробыла в декрете, потому что компания создает всю среду для того, чтобы женщина могла работать удаленно, гибко, как ей комфортно, не беря декрет, ну, там, главный результат, да, то есть нет какого-то там ограничения и давления. У меня в команде тоже много девушек, и большинство из них находится в декрете максимум полгода, если они там сами хотят, а некоторые уже не уходят. И вот сейчас из нашей большой команды, там, HR, у меня вот в периметре есть несколько девушек, три или четыре, которые родились, сразу же вышли на работу, то есть, ну, начали работать удаленно, назовем это так, не вышли на работу физически. И, конечно, я понимаю, что сейчас это становится, наверное, приоритетом даже по сравнению с любым доходом, потому что такая гибкость и такая человекоцентричность, она гораздо большего стоит, чем даже какие-то там зарплаты, повышение зарплат, премии и всего остального. Вот. Что касается еще среды, у нас, конечно же, есть категория рабочих сотрудников, и вот мы внедрили последние два года, мы пользуемся такой штукой, как чек-лист для сервисных центров. Что это значит? Что, например, руководитель технически едет в сервисный центр, и он не просто туда приезжает, смотрит там что-то и уезжает, а у него есть конкретный чек-лист, разработанный стандарт, когда он должен приехать по этому чек-листу, пройтись по сервисному центру и все посмотреть. Туда входят и условия труда, он должен посмотреть, в каком состоянии находятся санузлы, в каком состоянии находятся рабочие места, питательные комнаты, в каком состоянии там сотрудники, да, он должен с ними поговорить, задать им по этому чек-листу определенные вопросы. Ну, то есть вот технические и нетехнические параметры должны все пройти. Ну, во-первых, это их немножко систематизирует, во-вторых, руководитель уже точно не забудет что-то, да, у него есть конкретный чек-лист. Ну, и для нас это тоже прекрасный инструмент для анализа, и даже не только для нас, а для технического блока, потому что потом все эти чек-листы листятся, пробуются, и мы уже видим, в каком сервисном центре каких проблем больше, что было замечено, с чем работать. Это очень удобная штука. Такая же, как сервис-комфортный офис, это условно возможность в электронном виде отправить заявку, что что-то произошло в офисе, там, не знаю, ну, от самого страшного, там, рухнул потолок, но такого у нас вроде давно уже не было, до там неработающей батареи, и это быстро маршрутизируется в нужной службе, и нужная служба очень быстро на это реагирует. То есть это могут сделать люди совершенно в разных регионах, территориях, городах, селах, и это все вот в цифровом виде. Это очень важная история, которая у нас пользуется большой популярностью. Ну, про профессиональное благополучие тоже тут не буду далеко все рассказывать. Наверное, расскажу то, что было в этом году, и было очень непостребовано. Первая программа «Герой стажа», так как я говорила, у нас разная аудитория, у нас очень много людей со стажем 20 плюс лет, мы ввели такую вот тоже по обратной связи, когда они жаловались, что их вот, ну, никак не награждают, не отмечают, что вообще компании плевать на стаж, а в какой-то момент бизнес действительно говорил о том, что для нас важен не стаж, а вклад. И здесь есть своя логика, но потом мы поняли, что все равно нужно заниматься людьми со стажем, потому что им обидно. И мы ввели программу «Герой стажа», это награждение значком и отправка телеграммы от президента компании вот этому юбиляру стажа, вот. И это не материальная мотивация, это скорее вот такая, там ему дается еще, если он есть на портале, плейдишь на портале, приходит электронное письмо и вот телеграмма от президента компании. В принципе, эта программа получила очень высокую оценку от наших сотрудников, и мы понимаем, что, наверное, от телеграмм, как таковых, мы откажемся, но остальные инструменты будем внедрять, точнее, развивать и, возможно, чем-то дополнять. День матери – это тоже вот инициатива буквально сейчас завершенная, как раз про телеграммы, телеграммы маме. То есть мы собрали от руководителей самых результативных сотрудников в каждом блоке, и у нас получилось 3000 человек, которым мы ко дню матери отправили телеграммы их мамам. То есть мы у них собрали данные к мамам, сказали, что вот будет такой сюрприз, но мы написали, что если вдруг, ну, там, нет мамы, да, то можно и папу, бабушку, ну, в общем, кого вы хотите, да, можете отказаться, если вы не хотите. Вот, но, тем не менее, вас руководитель номинировал, поэтому, если есть возможность, заполните. В общем, мы получили просто там кучу сообщений со слезами на глазах, фотографии мам, как они были тронуты, счастливы. Ну, мы написали очень добрый и позитивный текст, это приходило тоже от имени президента компании, что спасибо вам за воспитание такого прекрасного человека, профессионала и так далее. Вот, это такие инициативы, которые очень сильно мотивируют, очень сильно людей цепляют, и, конечно, мы хотим сейчас больше думать о каком, в следующие годы точно будем это делать. Ну, про социальное благополучие тут тоже есть очень стандартные, понятные всем истории, вот, наверное, большой популярностью и таким акцентом следующего года у нас будет проект для детей и вообще для семей. Вы помните, что у нас год семьи в следующем году объявлен, да, 24-й год, а мы как компания, конечно же, поддерживающая все государственные инициативы для себя, это тоже берем на флаг и будем делать много историй для детей и для семей. В этом году мы делали день открытых дверей, это было очень сложно, потому что у нас режимный объект, очень сложно договориться со службой безопасности, с разными другими службами, чтобы пустить сюда детей, но мы это сделали. Дети сходили и посмотрели, где работают их родители, увидели рабочие места, квест, мы там им провели экскурсию, показали наши продукты, которых очень много тоже для детей, там и часы, и колонки Маруся, и всякие там детские фишки. Ну, в общем, дети были счастливы, и у меня даже там была тоже обратная связь, что одна из сотрудниц рассказала, что ребенок 1 сентября, когда его спросили, самое яркое событие лет, он сказал, что он ходил в офис Ростелеком, и это стало ярким событием, даже ярче, чем поездка на море и куда-то там еще. Поэтому вот мы понимаем, насколько это востребовано, и, конечно, будем этим заниматься. Ну, и не могу не сказать, что у нас появились, конечно же, комплексные программы поддержки семьи, где есть участники СВО. У нас, к сожалению, есть эти семьи, и, конечно же, мы ими занимаемся, это и семьи, ну, где сотрудник, да, наш сотрудник ушел на СВО добровольца или по мобилизации, и семьи, где наша сотрудница, а у нее есть муж, который ушел, да, там, ну, то есть вот такого рода, да, есть и где сын, и где брат, ну, то есть мы все категории рассматриваем, там, всем по-разному пытаемся помочь. Ну, вот из комплексных решений, во-первых, у нас есть уже второй год, мы возим на Кремлевскую елку семьи, вот, где есть дети с участниками СВО, и мы возим их детей на Кремлевскую елку. Мы оплачиваем полностью поездку, проживание, и на самом деле это там больше ста семей, вот, которых мы сейчас на новогодние привезем. Вот в этом году у нас почти 275 семей, мы привозим их на новогодние праздники за счет компании, определяем гостиницы, вводим на Кремлевскую елку, делаем им экскурсию в Москве и отправляем обратно. И там, конечно, тоже очень много эмоций, потому что некоторые люди впервые вообще выехали за территорию своего поселка, некоторые люди впервые летели на самолете, ну, не говоря о том, что, наверное, большинство из них впервые в прошлый год были в Москве. Вот, в этом году вот мы делаем Кремлевскую елку и в Питере еще Таврическую елку в Таврическом дворце. Но, естественно, есть и такие более, скажем так, социальные программы, да, не только про детей, но и про самих этих сотрудников. Мы уже делаем программу по их адаптации того, кто вернулся, да, и вернется по адаптации, скажем так, тех, кто оказался инвалидным в результате этой ситуации, потому что их надо там, естественно, переучивать и давать им другие направления развития. И у нас есть целая программа для HR по тому, как общаться с ними и с их родственниками. Ну, то есть вот с ребятами, которые приходят, с их семьями, потому что это тоже отдельная категория, с которой надо уметь общаться и в разных ситуациях уметь их поддерживать. И нам в этом тоже помогает психологический центр МЧС, то есть мы работаем с психологами, они нам объясняют, что надо делать и как с ними работать. Вот, есть у нас три цифровых инструмента, все-таки мы цифровая компания, поэтому не могу о ней рассказать. Это разработка, наше внутреннее приложение RT-Balance. Это приложение, как объединяющее огромное количество, вот я даже вот так расскажу, огромное количество инициатив в области лоббинга. Это и онлайн программы, и вебинары, и марафоны, и все-все-все. Вот там есть и спорт, и не спорт, и родительство, и финансовая грамотность. Мы в этом году, вот в ближайшем, в 24-м, будем активно в это вкладываться, потому что, опять же, год семьи, и там точно будет, чем поживиться. Там сделана интересная гиммификация, то есть если человек постоянно там что-то делает, пишет, проходит марафоны, участвует в тренировках, там пишет вопросы на вебинарах, то он получает определенные баллы, и вот за эти баллы он может купить определенные тоже вещи, которые помогают в его развитии, благополучии, и, в общем, эти баллы тратит. Ну, там, естественно, она так спроектирована, чтобы, про эти шишки я тоже расскажу, чтобы вклад в соответствующий полученным баллам. Ну, и, конечно, мы используем внутренних экспертов, так как команда у нас огромная, но у нас экспертов много, и они там и выступают как эксперты, это тоже элемент мотивации. RT-консалт – это наша тоже внутренняя история, здесь мы работаем вместе с провайдером, это консультации юристов, финансистов и психологов, но они направляются через наш внутренний сервис. Юристы даже пытались, наши внутренние юристы, подключиться и помогать сотрудникам вместо провайдера, был такой пилот, в принципе, он был неплохой, но потом мы все-таки вернулись к системной работе с провайдером, и на период СВО мы вводили отдельный сервис психологической поддержки на базе другого провайдера, потому что понимали, что тех психологов, которые есть сейчас, не хватает, был огромный поток запросов, и мы вводили, ну вот как раз в середине этого года мы ушли от полной оплаты психологических консультаций, потому что в какой-то момент увидели как раз вот этот перекос, да, что у нас пользовались там уже сервисом несколько сотен человек, но они это делали чуть ли не каждый день, уже как такая вот постоянная, как это называется, психологическая поддержка. И было понятно, что там уже не вопрос снятия экстренного стресса, а уже там они обсуждают своих детей, свои там жизненные проблемы, и в какой-то момент мы объявили открыто о том, что, ну, компания это выгодно, и мы пройдем очень большие деньги, и понимаем, что сейчас уже нет той острой фазы, мы оставляем поддержку через РТ-консалты, через медицину, психотерапевты, врачи, вы можете туда и туда обратиться, но вот этот сервис мы закрываем. Был определенный негатив, но за счет того, что мы были максимально честными, и мне кажется, все-таки люди осознали, что это такое правильное решение компании с точки зрения затрат. Ну и не могу в преддверии Нового года не рассказать еще про один наш проект, он уже четвертый год реализуется, это новогодний марафон «Время чудес». Это, по сути, такой портал внутренний, тоже внутренняя разработка, где можно загадать желание. Мы, правда, пишем сразу, что помните, что Дед Мороз не дарит деньги, не прибавляет зарплату, не выписывает премии, не гасит кредиты и не выдает различных званий, не приводит на донную должность. Ну, в общем, сразу отсекаем часть запросов, которые могут быть. Но, тем не менее, конечно, все равно люди часто это не читают и пишут. И, в общем, они загадывают эти желания. Желание может исполнить, как кто-то из коллег. Например, я увидела желание там, вот я вам привела тот пример, что хочу, это прямо скриншоты, что хочу для всего коллектива большую чашку чая, большую пачку чая с арти. Я думаю, ну, какое милое желание. Беру его и исполняю, да, и отправляю коллегам эту чай, чай с арти. Но есть и возможность поучаствовать в розыгрыше, то есть каждый год перед Новым годом наш президент в новогоднем таком эфире нажимает три раза, как минимум, а иногда и пять, а иногда и десять, кнопку, выпадают определенные номера. Вот вы видите, они сбоку, РТ, там, восемьдесят восемьдесят девять, да, и эти люди там, сразу фамилия вылезает, в общем, эти люди получают имена. Спасибо. Есть ли связь? Вот сейчас появилась. Что-то зависло, да? Да, но не выкидывала из скайпа. Да, но зависло. Я думала, у меня что-то со связью. Наталья, вы с нами? Видимо, у всех вообще зависло. Нет, у всех вообще три человека. Мы вас всех хорошо слышим. Кажется, только Наталью не слышим. Наталью. Как будто ее нет. Сейчас напишу и спрошу по-моему дела. Любопытно, да? Они такое колесо баланса, которое нам рекомендуют использовать для анализа своих проблем коуча, использовали для программы на всю компанию. После вашего комитета все мои сотрудники говорят, что они хотят уйти в бренды. Ну, когда, естественно, слушая опыт, практики, инструментарий, конечно, всегда есть к чему стремиться, безусловно. Как мы поступаем в такой ситуации? Мы ждем Наталью, да? Да, пару минут еще жду. А, извините, я без микрофона говорила. Я Наталью попросила присоединиться вновь. Да, коллеги, меня выкинуло компьютером. Я предполагаю, если честно, что нас блокируют Zoom все-таки. У нас очень сложно с Zoom. Мне даже принесли специальный ноутбук для этого. Но, видимо, там как-то все равно меня раскусили и заблокировали. Надо помочь в презентации, да? Включить презентацию? Смотрите, да, я остановилась на новогоднем марафоне. Я про него успела рассказать или отключилась? Вы успели. Говорили про чай. Про чай. А, все, я поняла. В общем, да, что чай я могу, допустим, сама подарить. И это будет просто подарок сотруднику-сотруднику. А каждый год у нас от трех до какого-то количества желаний разыгрывается президентом компании в преддверии Нового года. То есть он нажимает, генератор случайно в число выдает цифры. И таким образом человек может там выиграть что-то. И, конечно же, мы, вот прям я говорила, клянусь, я на самом деле это все проговорила, что мы никогда ничего не подкручиваем. То есть вот все желания, которые есть вот в этом, вот сейчас у нас там их семь, почти восемь тысяч, вот все эти желания загружаются в генератор. И вот то, что нажал президент, то будет исполнено компанией. Но, конечно, мы сразу пишем про ипотеки и прочее, мы эти желания стекаем. Но все, что там, айфоны некоторые пишут, там, ноутбуки, колонки Маруси и так далее, вот это все, конечно же, мы выполняем. И компания все это, вот три желания там как минимум исполняет, и люди это знают. И, конечно, с каждым годом у нас все больше и больше этих желаний. Но мы пытаемся их тематикой уже там как-то, что вот в этом году у нас тема вместе интерес на Новый год и тема хобби. И люди много пишут и про книги, и про какие-то там свои увлечения, и прочие какие-то радости, которые связаны с хобби. И поэтому это дает какую-то тематику и какой-то уже сразу посыл. Но, тем не менее, расскажу как раз про шишки. Шишек у нас много. Как раз следующий слайд, вот как не надо. Как у нас было в прошлом году, проводя параллельно с нашим новогодним розыгрышем, такой вот сюжет. Вдруг один из президентов решил, а давайте всем подарим колонки Маруси, кто загадал их в нашем марафоне чудес. Таких человек было 700 лишним. И он взял и объявил на нашем розыгрыше, что еще компания решила, раз вы такие патриотичные загадали нашу колонку Маруси, но это наш совместный СВК продукт внутренний, то мы всех им подарим. И что случилось? Ну, то есть, во-первых, у людей случился шок. Нам посыпались письма о том, что я вообще мечтал загадать колонку, но не загадал, дайте мне тоже. Там очень много людей, которые тезки или какие-то вот путаницы, чтобы их не было, и чтобы мы понимали, куда отправить колонку, мы запустили по этим людям такую анкету, чтобы они заполнили адрес, куда им отправить телефон. Но эта ссылка быстро распространилась по всем рабочим чатам. В результате вместо 700 мы получили там 2500 адресов, которые вручную вычищали, потому что люди переслали в рабочих чатах и писали, заполни эту анкету, получишь колонку Маруся, компания всем дарит. И, в общем, случился просто коллапс. Соответственно, мы, естественно, в этом году, это была такая наша прям серьезная шишка, мы в этом году сказали сразу всем руководителям, что давайте без экспериментов, без экспериментов мы больше вот так не делаем, потому что таким образом мы людей там сводим с ума, то есть они начинают все метаться, все хотят эту колонку, им кажется, что они что-то проиграли. Но могу сказать, что сейчас просто через одно желание это колонка Маруся, потому что у людей уже рефлекс, они думают, что мы опять подарим, и они опять эти колонки пишут. И это, конечно, точно сюжет, так не надо. То есть если есть какое-то правило, вот мы разыгрываем пять желаний, вот мы разыгрываем пять желаний, может быть, разыграем шесть, но всем подарим колонку Маруся, это прям точно нет. Второй сюжет, как не надо, это вот манипуляции. История про манипуляции, когда мы делаем какой-нибудь праздник, у нас, например, есть там уже запись, она закончена, и количество людей ограничено, и мы этот праздник можем провести только для этого количества людей. И тут начинаются письма. А можно моему сыну в день рождения, но мы не успели заинтересоваться? А у меня не сын, а внук, а можно его? А можно того, можно другого? Вот наш опыт показывает, что когда мы идем на такие, ну, опять же, у нас массовая компания, да, и у нас это все довольно сложно, когда мы идем на такие вот уступки, то это выходит компанией боком, потому что потом узнают, что кого-то пустили, кого-то не пустили, начинается негатив, и в итоге мы в хорошем мероприятии, которое хотели причинить всем добро, оказывается людьми, которые всех, там, кого-то пустили, кого-то не пустили, и, в общем, половина людей в обиде. Это второй сюжет, который тоже вот с точки зрения рекомендаций делать не надо, потому что сотрудники начинают манипулировать и уходить в негатив. На вопрос о викторине мы отвечали все вместе. Это история про то, что нас попадает в аудиторию. У нас был опыт, когда мы сделали викторину, и там была, она была такая с задумкой поучить, и там были сразу правильные ответы, если ты ответил неправильно, но тебе показывали правильный ответ. Вот. И в итоге мы увидели, что когда стали люди проходить в викторину, а подарком в качестве свидетеля был ноутбук, потому что это был как раз период удаленной работы, и мы решили, что надо вот ноутбуки дарить, чтобы люди могли удаленно работать. И туда был доступ у всех сотрудников, и мы увидели, что в какой-то момент вдруг стало там порядка 30 победителей с одинаковыми баллами, абсолютно там быстро отвечающих на эти вопросы. Вопросы были сложные, и мы не могли понять, в чем дело, и когда стали выяснять, мы сделали им такую очень устатку, там вот в двум экране как раз сидел по нескольку человек, и они говорят, ну да, мы все вместе, мы группой отвечали, вот мы на гривку подарок хотим. И увиделось, и потом из разговора, что они в принципе ходили, что были в рабочем стаде, которые хотели, то они же были в продаже, и в продаже, вот так можно, и они пытались тоже подбирать в компанию. И это, конечно, тоже для всех, потому что в подарок, но я подумала, что она рассказала. Ну и в третьем, у нас, наверное, сюжет, который тоже базовый, с вами сказали. Наталья Васильевна, плохо слышно, чуть поближе к микрофону. Да, и четвертый сюжет, как не надо, это вот как раз история про выложи фото и выиграй поездку на Байконур, тоже был у нас такой опыт, надо было сделать важный проект максимально, и вот сделали там, условно, маленький, ну, то есть вклад небольшой, а очень значимый результат. Таким образом, конечно, внутренний конкурс и девальвируется, потому что потом мы просим, например, написать эссе, и вы получите за это значок, да, и люди уже говорят, ага, в прошлый раз я фото выложила, Байконур повезли, а теперь вы хотите, чтобы я эссе за значок писал. Это, конечно, очень сильная девальвация, поэтому вот здесь у нас последний слайд мой посвящен как раз тому, что мы разработали для себя ряд правил. Можно следующий слайд тогда спросить, перевернуть, чтобы всем видно было. Коллеги, следующий слайд. У кого презентация? Нет, нет, вот как не переборщить, то есть вот как раз про то, что как не перекормить. Вот наши четыре правила, это не нарушать правила и четко прописывать условия, чтобы людям было понятно, чтобы не возникало двусмысленности, но чтобы было понятно, что вот мы этим правилам следуем, по-другому никак. Соблюдать баланс склада и мотивации, то есть если мы что-то дарим, то мы понимаем, что мы это дарим за какую активность, то есть что если человек делает действительно высокий склад, там и подарок может быть дорогой, за мелочи, мелочи. Вот чувствовать аудиторию, это такое для нас правило важное, потому что у нас очень разная аудитория, и мы все адаптируем для разных аудиторий, у нас все не универсальное, поэтому вот мы для себя разработали, что для каждой аудитории нужно адаптировать что-то свое и делать такие таргетированные программы, вебинг и вообще вот любых мотивационных историй. И про открытость, действительно открыто объяснять, что меняется, вот например, как в случае с психологической помощью, мы максимально честно сказали, мы не стали говорить, что по техническим причинам проект заказывается или еще что-то, мы максимально честно сказали, что коллеги, проектом пользуется уже малое количество людей, мы понимаем, что это не экстренная история, экстренная история вы можете решать здесь, но компании уже неправильно и некомфортно платить за психологическую постоянную поддержку нескольких сотен человек, поэтому извините, мы проект закрываем. Вот эти несколько сотен может быть были на негативе, но зато все остальные увидели, что это честно, и для нас это тоже было очень важно, поэтому мы стараемся сделать так, чтобы все наши программы благополучия, они тоже были честно откоммуницированы, почему мы это делаем, для кого, почему вот так, и если мы что-то меняем, закрываем или там уходим, мы тоже говорим, почему, и максимально прозрачно. Вот, это все, извините, я, наверное, там со своими техническими сложностями, может быть, где-то пропадала, но готова рассказать уже в личке, кому интересно, и вопросы, если успеем, но, наверное, уже не успеем. Ну, у меня один вопрос в комментарии, попрошу, если можно, так, коротко, да, такой блиц вопрос, можно сказать, что сотрудники Ростелекома такие перекормленные благополучием, или нет, или это несправедливо, но потому что я вот слушаю, и мне кажется, что чего только у них нет. Ну, знаете как, мне сложно судить, я 8 лет в компании, ну, как бы мне уже со стороны судить сложно, но когда вот у меня приходят новые даже ко мне сотрудники, они мне часто говорят, что слушай, тут столько всего, я столько нигде не видел, и даже из Ростелекома. Но, на самом деле, это не про всех, вот правда, у нас разная аудитория, ну, то есть у нас разные сотрудники, и, конечно, если спросить, и там, почитать комментарии наших сотрудников полевых, и вот этот год у нас тоже один из фокусов, это они, они как раз не перекормленные совсем, да, я бы сказала, недокормленные, потому что вот эти многие наши онлайн-инициативы недоступны, неинтересны, и вот мы сейчас как раз для них делаем отдельные штучки, всякие плюшечки, но для офисных, для сотрудников, которые вот работают в крупных городах, имеют доступ ко всем нашим онлайн-историям, конечно, я думаю, что многообразие действительно всех инструментов, и вот, по крайней мере, я не знаю, вот я сколько хожу, куда-то или смотрю на другие компании, я вот что-то прям другого принципиально не нахожу, что бы я хотела сделать у нас, чего бы у нас не было. Но это очень субъективно, мне тут сложно судить, потому что я давно внутри, и, в общем-то, все, что я вижу, я вот именно внутреннюю историю вижу. Спасибо большое, Наталья. Коллеги, я предлагаю продолжать задавать вопросы в чате, там были, кстати, комментарии, да, я вижу, что поделились, да, посмотрите, пожалуйста. Коллеги, давайте двигаться дальше, вы знаете, мы продолжаем, да, обсуждать тренды этого года, итоги года и тренды, которые мы видели в этом, и которые перейдут в следующий год. Я бы хотела начать эту часть нашей дискуссии с цитаты, опять же, с питерского форума, я очень люблю бывать на выступлениях гендиректора Русата Малихачева, считаю его одним из лучших спикеров вообще форума питерского, вот, и в этом году он вот на этой сессии, посвященной человекоцентричности, говорил, вы знаете, сколько офферов получает каждый высококвалифицированный сварщик, ну, или сколько офферов лежит на столе высококвалифицированного сварщика, восемь, восемь, он еще выбирает и отказывается там, вот, от одного, не предупреждая, переходит там, к другому, переходит обсуждать другие предложения, но, я, все это к тому, что сейчас тема популяризации инженерных и рабочих профессий в условиях вот того самого кадрового голода, когда у сварщиков лежит по восемь офферов, компании не могут найти там, сотрудников, меняются поколения, как бы, ну, становятся возрастными опытные сотрудники, а молодежь не хочет приходить на, учиться и работать на вот такие специальности, эта тема очень актуальна, и когда мы ее в сообществе обсуждали, вот, ну, звучала такая фраза, что все понимают, что это надо делать, но совершенно непонятно как, да, есть там несколько отраслевых интересных было кейсов, когда там в ТикТоке, да, помните, какая-то была запущена активация, связанная вот с популяризацией именно рабочих профессий, вот, наши там блогеры, многомиллионники что-то пытаются на этот счет делать, я знаю, что Минпромторг давно пытается пока, насколько я знаю, безуспешно запустить какой-то проект, который бы продвигал интерес молодежи к рабочим и инженерным специальностям, но в то же время я знаю, что есть компании, вы знаете, и, наверное, следите за ними, есть компании, в которых этот опыт достаточно успешен, и сегодня эти компании, представители этих компаний присутствуют среди нас, вот, к нам, кстати, присоединился Дмитрий Лобач из компании «Газпромнефть», но я думаю, что он вот, наверное, в этой теме ему будет что сказать, поскольку от человекоцентричности мы движемся дальше, так вот, про популяризацию рабочих профессий, у нас сегодня компании, которые в очень сложной ситуации в связи с тем, что их производство находится в сложных погодных условиях географических, это компания «Норникель», компания «Иркутская нефтяная» и «Газпромнефть», у которой тоже очень много удаленных офисов в тяжелых регионах. Я хочу предоставить слово Кристине Несиной, руководителю проектов развития брендера-пододателей и внутренних коммуникаций компании «Норникель», чтобы Кристина рассказала о том, как компания смотрит на эту проблему и как она ее решает, как она собирается дальше двигать, что называется, горнодобывающей отрасль и, собственно, образовательные системы, наверное, вот в направлении навстречу рабочим профессиям. Кристин, вам слово. Коллеги, всем здравствуйте. Я, во-первых, очень рада видеть огромное количество знакомых лиц, очень приятно выступать. У нас, на самом деле, мне кажется, есть интересный опыт на эту тему, и я начну с конца, обычно все в конце рассказывают про результаты. Я в этом году 9 лет работаю в Нурникеле и приходила в Нурникеле с консалтинга и начала заниматься брендом работодателя с момента, когда стало понятно, что в Москве все хорошо знают про компанию, но на производство и те самые квалифицированные токари, и в нашем случае еще десяток профессий, которые не кажутся очень такими, как IT, привлекательными. У меня другое слово, в голове. Ну, в общем, стало понятно, что надо с этим что-то делать и построить очереди в Норильск и вообще на крайний север не так просто, как кажется, и кажется, что даже какой-то большой зарплатой людей туда не заманить. Ну и на самом деле мы решили, что и не нужно, потому что это всегда имеет обратную силу. Я думаю, что коллеги, которые работают здесь на производствах, меня сейчас очень хорошо поймут. Я сейчас включу слайды, я подготовила несколько слайдов, чтобы было чуть-чуть удобнее рассказывать. Видно ли то, что я показываю? Да. Можно расшарить на весь экран, а так видно. Я думаю, что я сейчас сделаю что-то не так и будет не видно ничего абсолютно. Ну вот, значит, смотрите, какая у нас была история. Мы в самом начале начали с анализа. Мы проанализировали нашу целевую аудиторию и когда мы говорим про то, что нужно популяризировать профессии, у нас есть два направления работы на этот счет. Первое, мы популяризируем профессии и одна из важных очень задач бренда работодателя, с которыми сразу стали работать, но она активизируется очень сильно сейчас и многие компании об этом говорят, поскольку фокус бренда работодателя и внутренних коммуникаций смещается очень сильно на своих сотрудников, то есть появляется фокус на внутреннюю аудиторию. И, собственно, мы поняли это некоторое время назад и поставили себе сами задачу среди тех сотрудников, которые у нас уже работают, дать им возможность влюбиться в бренд еще раз и дать им поводы для гордости и понимания, чем занимается компания, как они могут здесь расти через конкретный инструмент, часто это HR-инструменты, которые мы коммуникационно стараемся доносить более привлекательно и более симпатично. И вторая большая аудитория это, конечно, молодежь. Во-первых, мы проанализировали, сколько у нас работает молодых сотрудников, их около третьей компании на самом деле, это чуть больше, чем 30 тысяч сотрудников сейчас работает в Норникеле молодых. Когда стали этой темой заниматься, работало меньше 30%. Ну и вот мы в этом году как раз делали замеры и поняли, что есть у нас определенные успехи. Доля молодых людей, которых мы нанимаем, очень сильно выросла. В общем найме это больше 50% сейчас. До 35. И второе большое направление это, значит, как сделать так, чтобы ребята, которые учатся в школе, заканчивают и выбирают сейчас куда пойти, понимали, чем занимается металлургия и чем вообще это может быть интересно. Поэтому выделили для себя несколько ключевых направлений работы. Не буду здесь зачитывать этот слайд. Мы работаем не только с городами, где находятся предприятия, но довольно давно, в 2017 году, вышли так называемые регионы-доноры. Для себя понимаю, что только рынок Норильска или только рынок Мурманской области, рынок кандидатов и рынок людей в связи с нашей демографической ситуацией нас не спасет при нашем объеме найма. А мы за прошлые два года наняли более, получается, сколько, более 18 тысяч сотрудников и большая часть из них уехала как раз на север. 18 тысяч. Мы для себя определили, какими инструментами мы будем это достигать. Часть из них относятся к внутренней коммуникации, а часть из них относятся к внешней коммуникации. Я чуть позже про это расскажу. Большое направление, которое мы сделали, мы... Я сейчас рассказываю только про коммуникацию, в основном, не заходя на поле своих коллег из департамента кадровой политики из ИЧАРа. Нам было важно доносить все, что делают наши коллеги и представить это красиво. Поэтому мы очень сильно изменили фирменный стиль и то, как сейчас выглядит Норникель на молодежных мероприятиях, у многих вызывает от удивления до такого приятного шока. Я покажу, как это выглядит. Мы запустили наше внутреннее молодежное сообщество, оно закрытое, взрослые туда зайти не могут, для него есть приложение и мы уже видим, что за год этого молодежного сообщества есть конкретные бизнес-эффекты. И один из них это очень сильный рост вовлеченности по этой категории и у нас есть снижение текучести. Хотя в целом это остается направлением развития. То есть, ну вот такие мягкие инструменты могут давать хороший бизнес-эффект. У нас есть в повестке бренда-работодателя очень четко определено, что мы рассказываем и зачем нашим молодым аудиториям. Помимо очень сильного образовательного компонента, мы работаем над продажей привлекательности городов и не только делаем много для того, чтобы города становились более удобными инфраструктурно и воздух в них становился чище, но еще и много об этом рассказываем. И делаем это таким образом, как понятно, ребятам на их языке. И вот здесь тоже на слайде есть, но мы запустили новый проект, он называется «Город-профессия». Это интерактивная карта металлургических профессий в основном для старших школьников, для их родителей. И там проект сейчас развивается, в следующем году будет полноценная такая интерактивная игра визуализированная. И этот инструмент дает нам очень хорошее покрытие с одной стороны, а с другой стороны это понятно школьникам. И это все очень красиво и ярко сделано. Я здесь, наверное, хочу рассказать про то, что мы делаем. У нас есть определенные инструменты работы с каждой и целевых аудиторий. И здесь я специально показала определенные эффекты, которыми мы достигаем коммуникационное покрытие этой целевой аудитории. Я хочу напомнить, что мы вышли за пределы своих регионов, и наша целевая аудитория часто находится во всех крупных федеральных центрах, особенно там, где есть профильные вузы, потому что чаще всего для нашей специальности это является отсечкой. Наша задача сделать так, чтобы и первичная, и вторичная целевая аудитория нас знали. У нас есть программы, которые хорошо известны на рынке по работе со студентами. Это наши «Покоритель Севера». Это образовательный федеральный проект, в котором летом может участвовать абсолютно каждый студент, и по итогам он получает не только знания, но еще определенное понимание о работе отрасли и преференции при найме в Норникель. Есть первоарктическая, это лидерская программа для талантливых выпускников и молодых специалистов. Есть актелератор технологический «Инхаб», который мы проводим в Новосибирске, который собирает талантливых изобретателей и людей вот уже сейчас на новом уровне производства, которое занимается эффективностью и инновациями. И есть ряд проектов для детей, тоже, которые касаются инженерного творчества. Ну и если здесь заметить, то в основном каждый из этих проектов он дает нам миллионные охваты. И при этом все эти проекты они дают помимо имиджевого эффекта, они дают конкретные рекрутинговые конверсии, которые мы уже сейчас научились замерять и видим, что все эти проекты, конверсия по ним растет в этом году очень сильно. Ну в дополнение скажу, что, значит, как мы в целом оцениваем эту работу, мы смотрим, какое количество людей из вузов, где есть профильные для нас специальности, выбирают на роднике для прохождения практики и для работы и также смотрим, какое количество абитуриентов, ну какое количество заявок от абитуриентов получено на профильные специальности. И вот по ряду вузов, которые для нас критичны, мы видим рост. И этот рост происходит впервые за последние 10 лет. Рост заявок впервые за 10 лет. И в Норильске, например, расположен наш базовый вуз Заполярный государственный университет. И в этом году интересно, туда подали заявки в два раза больше молодых людей, чем в прошлом году. Это к вопросу о том, что север остается привлекательным не только для тех, кто едет туда за каким-то рублем, как принято считать. Ну и вот мы очень рады, что дети, которые растут в Норильске, они остаются. Вот. При этом возможности уехать у них стало гораздо больше. И за счет дистанционного образования, и за счет дистанционной работы. Ну и, кстати, вообще в целом все усилия, связанные с репозиционированием бренда отрасли, бренда компании, за 10 лет привели к тому, что мы видим конкретные эффекты по росту численности городов. И мне было очень приятно и немножко даже удивительно видеть как социологу, что рост численности города Норильска за последние 20 лет позитивный. И это единственный город Красноярского края, где есть позитивная динамика. То есть даже в самом Красноярске, к большому сожалению, динамика отрицательная. Я говорила о том, что мы стали выглядеть по-другому. И вот как раз у нас сегодня была с коллегами внутренняя встреча по бренду работодателя. И мы вспоминали цитату Алексея Туполева, который на далекой выставке, когда представлял свой звуковой самолет, сказал, что некрасивые самолеты не летают. Я думаю, что вот ровно так работать с молодежью, с брендом работодателя, даже до того, как ты открыл рот и начал рассказывать о своих шикарных программах, неплохо было бы это все одеть в красивую одежду и одеть в достаточно заметную одежду, потому что работодатели, бренд работодателя, особенно HR-маркетинг конкурируют не только с нашими коллегами, конечно, а конкурируют с играми, с приложениями, с банковскими всякими штуками. То есть совсем красивым и интересным, что целится в молодежную аудиторию через инструменты диджитал-маркетинга. Поэтому здесь наша корпоративная палитра, она очень глухая. Мы провели большую работу для такой консервативной компании, как мы сами внутри себя, потому что сделать нашу презентацию для внешних аудиторий более яркой, и более релевантной. Мы видим, что это, конечно, очень хорошо зашло. Мы таким образом переодели наши социальные сети. У нас есть отдельные HR-паблики, которые работают с внешней аудиторией. Мы очень сильно переориентировали за год их, ну и вообще всю свою коммуникацию на молодежь. Ну и вот как раз на прошлой неделе я смотрела, как у нас поменялся трафик на сайт, и я вижу, что наконец у нас больше 50% аудитории, которая посещает наш карьерный сайт, это люди в возрасте от 18 до 35, а доля тех, кому до 24, впервые выросла практически на 10%. Вот, то есть, это такой для нас значимый рост с учетом количества этих людей. Все наши HR-паблики стали не только по-другому выглядеть, но они стали по-другому говорить и говорить о другом, поскольку смыслы все-таки, контент является главным. Мы очень много говорим, просто в более понятной форме, на языке мемов, на языке клипов, таких вирусных механик, которые хорошо идут, о том, что мы делаем, зачем мы делаем, самое главное, как они себя могут во всем этом найти. Если кому-то интересно, заходите к нам в ВКонтакте, работа в Норникеле, посмотрите раздел клипы и посмотрите охваты без рекламы, которые мы можем получать. Ну, это вот на какое-то время назад, на самом деле, там практически полмиллиона охват просмотров этого всего без рекламы. Очень хорошо заходят у нас объясняющие так называемые видео-эксплейнеры, где наши сотрудники реальные рассказывают не только о своем опыте работы, но рассказывают о том, что конкретно надо делать. Мы делаем это короткой нарезкой, тоже хорошо работает. Ну и, конечно, бессменные квизы, конкурсы, это язык молодой аудитории, и мы в эти вопросы всех этих конкурсов зашиваем то, что важно для компании. То есть это такой экологичный способ нативно заинтересовать молодых ребят, но не только молодых. Конверсия, кстати говоря, из наших соцсетей практически 50% от тех, кто зашел до тех, кто дошел до конца. Ну и в этом году у нас вышел один из мега удачных проектов, это видеоподкаст, который называется «Слушай, это топ!» Он есть у нас на Ютубе, это публичный проект, но при этом говорят в нем спикеры, руководители компании, говорят абсолютно живым языком, и ты никогда не ожидаешь от металлургической компании, на мой взгляд, увидеть вот такой формат. Поэтому это тоже все работает в том числе на привлекательность профессий. Мы обновили очень сильно то, как визуализацию наших программ, для того, чтобы они были, во-первых, узнаваемы, во-вторых, для того, чтобы они немножко больше обращались к молодым ребятам. Вот, можно посмотреть, как теперь это все выглядит. Ну, я уже рассказывала про нашу программу. Это внутреннее сообщество для молодых сотрудников, которым до 35 лет, на базе собственного приложения. Вот, где вот внутренние цифры, я здесь могу поделиться. Тоже примерно сейчас в этой программе второй год пошел, да, за год у нас достаточно много внимания к ней привлекли, и 6,5 тысяч участников из 30 тысяч молодых сотрудников стали активными ее участниками без административной коммуникации. То есть, в основном, это ребята, которые установили эти приложения и выполняют задания по разным тематикам, направленные исключительно на реализацию их интересов. Вот, мы как можем их поддерживаем. Ну, и на самом деле, без каких-либо специальных программ амбассадорских мы получили большое количество амбассадоров, которые хорошо выступают на конференциях. У нас есть конкурсы, когда люди, когда мы объявляем возможность быть спикером, поехать в разные города. Вот, и, кстати говоря, про профессии. Ребята сами рассказывают не только о компании, но и о профессии. Рассказывают без специальной подготовки, поэтому это все выглядит очень живо. Ты этому веришь, и глядя на этих молодых ребят, не кажется, что металлургия это что-то очень тяжелое, страшное, олдскульное, вот, куда не хочется идти, а впечатление ровно противоположное. В целом, наверное, все, что я хотела сказать. Если есть какие-то вопросы, я с радостью на них отвечу. Кристина, ну, у меня такой подводящий итог вопрос. Все-таки, вот, главные причины, вы видите, вот таких сдвигов, да, в том, что какой-то такой накопительный эффект, вот, десятилетней работы, или так вот ребрендинг внешней и контентной коммуникации повлиял на эту ситуацию? Ну, я думаю, что все вместе сто процентов, но на самом деле есть четкий алгоритм, который сработал. Первое, это сформулировать четко то, что ты хочешь продвигать и продвигать только это и смотреть, чтобы у тебя мероприятия и различные активности, да, не противоречили твоему EVP. То есть, если мы рассказываем про интеллектуальные активности, про образование, то мы не плавим свечи, да, на мастер-классах с студентами. Вот, то есть, очень четко держимся того курса, который мы выбрали. Второе, мы используем нормальный, рабочий, адекватный маркетинг-микс, который постоянно проверяем на эффекты, вот, потому что они все устаревают, и это тоже очень важно, плюс количество коммуникаций поменялось, и красота этой коммуникации, она стала заметна. Ну, и на самом деле мы используем, я бы так сказала, классические инструменты, которые до сих пор не выгорели, мы взаимодействуем с ВУЗами напрямую, и ВУЗы с удовольствием размещают на своих площадках наши активности, ну, вот, без каких-то дополнительных договоренностей. Спасибо большое. Коллеги, предлагаю, дальнейшие вопросы задавают в чате, но спасибо Кристине за мостик такой к следующему спикеру. Мне бы хотелось представить вам Елену Луценко, начальника отдела бренд-коммуникации Иркутской нефтяной компании. проект ВУЗ-завод этой компании в этом году получил гран-при премии Интерком, восхитил, удивил, порадовал всех членов жюри и тех, кто слышал выступления коллег на нашей конференции. Ну, вот, хотелось бы услышать Елену с конкретным кейсом и с теми, ну, плюшками, простите, прибавками, которые компания получила благодаря его реализации. Елена, вы с нами? Коллеги, добрый вечер. Сейчас я поделюсь презентацией и мы начнем. Дай мне эту презентацию видно, пожалуйста, мы вас слушаем. Так, меня слышно? Да, видно. Так, слышно, видно? Да. Все, я тогда включаю режим просмотра. Всем, коллеги, добрый вечер. Мне кажется, уже становится у нас с Ларисой и коллегами из Интерком добрая традиция, что когда я появляюсь в эфире, в Иркутске уже практически в возне вечера. Вот, но у нас еще и морозы больше 30 градусов держатся несколько дней. Но, и это, кстати, является достаточно такими привычными условиями труда для большинства наших сотрудников. Потому что, если мы сейчас, я вам расскажу, немного представлю свою компанию, сначала представлю сама. Елена Луценко, как мне уже Лариса представила, начальник отдела бренд-коммуникаций, иркутская нефтяная компания. Если говорить про мой опыт, то в Иркутской нефтяной компании я буквально вот пошел второй год. Я релакант из Москвы, до этого больше 12 лет работала в компании Киви, занималась маркетингом и пиар и брендом работодателя. И вот сейчас поменяла свою направленность, но не изменила любви к своему бренду работодателя. Что касается иркутской нефтяной компании, здесь будет слайд, я думаю, что вы хорошо знакомы с ним, о том, что у нас очень много людей в стране работают не по профессии, и очень часто вообще выбирают вузы, изначально даже не сильно понимая, где бы они хотели учиться. И есть даже статистика, что казалось бы, что сейчас у нас с вами такое поколение достаточно самостоятельные ребята, но по-прежнему папа и мама, иногда друзья занимают очень важную роль или наоборот играют не очень такую хорошую роль, когда нужно принять решение, в какой вуз идти и спонтанные за компанию варианты все еще имеют место быть. С чем же столкнулись мы на старте вообще нашего проекта Вуззавод? Мы номинировались в этом году как раз с ним на премию Интерком. У него есть еще приставка школа, мы ее специально убрали из этой презентации для того, чтобы показать более короткий путь. Но вообще очень интересная история, что Иркутская область она одна из областей нашей страны, где достаточно низкая плотность населения. И это тоже накладывает определенный отчаток, что всего более 600 тысяч человек живет в городе. И профиль работодателей в нашем регионе достаточно мужской, технологичный. Но при этом, когда я стала в прошлом году анализировать, откуда брать профильные кадры, какие-то достаточно гуманитарные учебные заведения. И даже те филиалы, которые есть из известных вузов, они почему-то тоже больше с гуманитарным уклоном. Я насчитала из 12, буквально 2-3, с которыми сотрудничает наша компания, могут помочь нам в подготовке кадров, для того, чтобы они могли иметь профиль инженеров, специалистов, которые нужны для нефтедобывающей, газообрабатывающей отраслей. При этом у нас компании, которые занимаются, представлены здесь в регионе, они тоже как бы совершенно не нужны ребята в таком количестве с гуманитарным профилем. Но если мы посмотрим, я думаю, что многие из вас сами в свое время делали выбор и среди ваших друзей, знакомых есть те, кто сейчас должны выбрать свою профессию и мало кто на ответ учителей или родителей готов сказать, что я очень хочу пойти работать на завод, или я прям мечтаю об этом, мы действительно сейчас об этом говорили и коллеги в предыдущих выступлениях, оказались такими заложниками ситуации, что очень часто рабочие профессии, инженерные, их не рассматривают в качестве для себя будущего, и у многих есть негативный образ, что завод это что-то такое грустное, неперспективное, и там наверное работают или слишком пожилые люди, или те, кто не смог никуда устроиться дальше, поэтому все это мы прекрасно знали, это не наша только проблема, но тем не менее работать нам с ней пришлось, нам нужно было на старте проекта, вообще как бы глобально у любого проекта есть бизнес-задача, нам нужно было, чтобы у нас была кадровая устойчивость, причем мы прекрасно понимали, что это должен быть костяк из числа студентов, которые готовы строить наши заводы вместе с нами, которые готовы приходить в нашу компанию, и мы стали думать о том, что могло бы это быть, у нас сначала было такое название, у нас даже когда мы на защите обсуждали, вот вуззавод был наверное с неймингом не очень, и перепозиционирование мы тоже ему сделали, он у нас стал называться «Наш молодой миф», и как раз включает в себя три составляющих школы, вуззавод. Цель мы поставили себе достаточно амбициозную, и нам важно было, чтобы молодежь, которая живет в регионах, где наши компании видят деятельность, а это помимо Иркутской области, это и Республика Сака-Якутия, Красноярский край, и наверное вот вы видите, что ни одной теплого такого региона и комфортных условиях труда, мы обеспечить, ну, в силу, вот прям Лариса тоже вот об этом говорила, да, у нас рабочие места в Тайге, при том, что вот мы год сейчас заканчиваем в Иркутской нефтяной компании больше 17 тысяч человек, да, планы у нас по найму там на следующий год больше 20 тысяч человек, и 80% всех наших прекрасных сотрудников это люди, которые работают вахтовым методом, это люди, которых нужно привезти, которым нужно создать необходимые условия, это достаточно сложная логистика, да, потому что вот я сама неоднократно там ездила и на наше месторождение Ирахтинское, это ты должен улететь из Иркутска, пролететь на маленьком самолете Киан-24 там порядка полтора-двух часов, это если не будет никаких задержек, да, потом ты должен сесть в вахтовку, такая большая на базе КамАЗа, я даже не знаю как автобус, а такая брутальная машина, и потом ты едешь по федеральной трассе Вилюи где-то порядка восьми, это хорошо, а так можно и девяти-десяти часов, вот, по бездорожью среди тайги там с одной, конечно, остановкой, и когда вот мы все говорим, что там есть EVP, да, у нас тоже есть EVP, и самый главный наш курс, это, ну, честно, мы рассказываем о том, что у нас есть, мы не могли поменять, да, там, условия нашей вахты, но зато мы смогли изменить вообще глобальное позиционирование, поэтому нам надо было вот раскрыть потенциал ребят, чтобы они не сбегали из нашего региона и увидели для себя реально крутой потенциал, что можно учиться и работать, и быть востребованными, и строить карьеру, нам важно было, что те люди, которые работают у нас в компании давно, чтобы они могли передавать свой опыт и прокачаться там в качестве наставников, и, конечно, вот это все, бренд работодатель у нас тоже стоял, можно сказать, на самых, как бы, важных там показателях, которые мы хотели достичь, и важно было еще, чтобы специалисты, которые к нам приходят, они были с хорошей подготовкой, чтобы, если даже им была необходима там переподготовка, для нас, как работодатели, это занимало минимальное количество времени, да, и, конечно же, это было меньше там, но инвестиций, потому что очень часто важно, чтобы сотрудник, который приходит в компанию, как можно быстрее мог поступить, приступить к восполнению своих обязанностей, то есть уехать как раз на вот эту вот вахту, да, и там уже в настоящих боевых, да, условиях как раз делать в принципе, для чего его позвали вот на эти 35 дней, да, и что же у нас есть такого особенного в проекте, почему он привлек внимание экспертов и коллег из отрасли, студенты, которые стали участниками нашей программы, они не оставляли учебу, они смогли учиться и сдавать все свои там экзамены, сессии абсолютно, ну, как в достаточно комфортных условиях, потому что они работали у нас, но при этом они и продолжали учиться в УЗе, то есть им были созданы специальные программы, за это большое спасибо ВУЗам, которые стали нашими партнерами, которые адаптировали учебный план под как раз ребят, с учетом того, что они на 35 дней будут улетать из города, очень интересный факт, даже часть преподавателей этих ВУЗов, наших партнеров, они тоже стали участниками программы и летали на вахту, чтобы получили очень огромный для себя опыт, потому что, ну, не секрет, очень часто преподаватели, они больше теоретики, чем практикующие, да, вот у нас получилось, что мы дали очень интересный опыт и знания не только студентам, но и преподавателям. У нас на вахте на наших объектах, да, ребят ждали очень опытные наставники, внутренние тренеры, да, и счастливых сотрудников компании, которые тоже смогли очень быстро и комфортно ребят погрузить, и самое классное вообще, мне кажется, что мы смогли поменять учебные планы заведений, потому что почему, ну, ребята, да, я уже говорила об этой проблематике, что получают специальность и потом с этой специальностью не знают, куда пойти, начинается, что работают обы где, да, и совершенно тот опыт, да, который они получили, он никому не нужен. Здесь у нас получилось, что мы, в принципе, сформировали от себя, как представители отрасли, как эксперты отрасли, те компетенции, которые нам были нужны, и мы смогли изменить учебный план для того, чтобы ребята на выходе уже приходили к нам именно с тем профилем кандидата, который был нам нужен под определенные профессии. Ну и, конечно же, были очень созданы хорошие условия в плане социально-психологической именно на производственных площадках. То есть у нас вахтовый поселок, большинство мест, где ребята проходили свою практику, это было, наверное, в первую очередь Ярактинское месторождение, они представляют собой очень таких, как он, сказать, отели, я думаю, что даже некоторые отели. Коворкинги в лесу? Коворкинги в лесу? Нет, не коворкинги в лесу, но, вы знаете, наверное, такая хорошая трешечка-четверочка, я бы даже сказала, со всеми удобствами теплыми, и я вот могу сказать, что я была на топовое место на Байкале Альхон, да, но многие альхонские вот эти вот гостевые домики сильно проигрывают по сравнению с тем, какие есть условия у нас, у ребят на наших вахтовых поселках. Там есть и магазинчики очень крутые, столовые, мы вот когда делали тур блогеров, да, к нам на Ирак, то они сказали, о, вот это да, ничего себе, такое меню, вот, у ребят очень хорошая вахтовая надбавка, причем, если они там, ну, ее не проели, да, по разным там причинам, там же есть еще и кухня, когда ты можешь готовить, у нас, кстати, на Дзене мы рассказывали про вообще, как подготовиться на вахту, у нас многие ребята, вот, ну, мужской же в основном состав, едут на вахту с таким количеством продуктов, потому что, оказывается, там такие любят готовить всякую грузинскую кухню, кто-то любит там печь блинчики, ну, то есть у тебя есть классная столовая, да, но кому-то хочется еще вот и себя там прокачать и друзей там накормить, есть у ребят там у нас толки, спортивный зал, есть там возможность, ну, заниматься, киношки они там вместе смотрят, ну, то есть они попали в такую, как бы, классную среду, и вот отзывы, которые потом вы тоже можете посмотреть, сказали о том, что они вообще полностью изменили свое отношение к вахте. Как любой проект, мы, конечно же, сначала проанализировали, еще с чем нам придется иметь дело, да. Нет, простите, давайте завершать, да. Да, да, здесь я думаю, что вы, можно презентации потом будут отправлены нашим всем участникам, да, результаты проекта, в принципе, они тоже здесь налицо, мы смогли увеличить в три раза количество заявок, да, хотели кадровую защищенность, мы себе ее обеспечили, да, хотели больше воронки, там вообще у нас теперь конкурс, как при этом все хотят на вахту, вот, и самое очень важное, что ребята, которые проходят эту программу, у них очень высокий профиль в соответствии профессионально-техническим компетенциям, то есть это, в принципе, наш идеальный кандидат, которого мы сделали лесами, вот, ну и вот отзывы о нашей вахте, и здесь, ребята, тоже можно будет все это посмотреть, это классно, вахта новая удаленка, здорово, вот, ну и нам еще сказали, что это было похоже, как, знаете, вот есть Китбурги, да, города профессии, а ты тут такой, тебе там 18, 19, 20, приезжаешь на Иракт, и у тебя там такой же город профессии, вот, но только уже 18 плюс, вот, такие друзья, у нас получился проект, наш идейный вдохновитель Виктория Илюхина сегодня, к сожалению, заболела, ну, я думаю, что мы сможем, если у вас будут вопросы, пообщаться абсолютно и за рамками этой программы, всегда открытые к обмену опытом, я видела там вопросы, можно ли куда-то приехать, да, у нас к нам тоже можно приехать, и мы с удовольствием тоже ездим в гости. Спасибо большое, Лена. Коллеги, прежде чем мы приступим к финальному докладу, вернее, выступлению сегодняшнему о трендах 2024 года, я хочу дать слово Дмитрию Лобачу, он с опозданием немножко присоединился к нам, но он слушал и выступления про человекоцентричность, и про вэлбейинг, и вот про своих коллег-нефтяников из Иркутской нефтяной компании, наверное, он как-то сфокусированно подведет итоги этой части нашей дискуссии. Дима, пожалуйста. Лариса, спасибо, коллеги, добрый день, также очень приятно видеть множество знакомых лиц, но вы знаете, это выступление в конце, это как на дне рождения, чем дальше говорить, тем уже сложнее дополнить предыдущих ораторов новыми поздравлениями, потому что, конечно, все те фокусы, о которых очень так ярко и выпукло коллеги говорили, они также перед нами стоят, делаем фокусы по сути три глобальных работы с людьми, это первое, это удержание текущего персонала, в первую очередь рабочего персонала всеми средствами, вахта, это отдельное направление, все тоже делается, и там тот же спорт на вахте, как отдельный проект компании, такой некий суббренд, это отдельное направление, потому что спорт это не просто время провождения или достижения, это образ жизни, некая эмоциональная составляющая, которая также важна, за счет программы качества жизни она реализуется, и в целом для жителей городов нашей деятельности программа родные города, есть портал у нее, мы, конечно, стараемся улучшать качество жизни в городах деятельности, это все есть. Поиск людей, привлечение кандидатов на рынке, где вакансий практически, в смысле, соискателей практически нету сейчас, об этом тоже сказали, да, это так, все, что коллеги используют, делаем, вместе с изменением тонн-ов войс, нашей редукционной политики, мы пошли через людей, если раньше мы были газпромнефть, это технологии и люди, то сейчас это люди, 75% и там немножко технологий, потому что все идут на конкретного человека, который своим ярким примером, своими личными ценностями может донести любовь к профессии, к интересным задачам, и по сути уже EVP идет не от компании, а от конкретного человека, который преломляет через свой жизненный опыт, доверие к общим корпоративным сообщениям, не то, что меньше, просто этот тренд везде идет, интересная кастомизация, каждый хочет слышать для себя, мы это видим в льготах, которые компания делает, что одна большая льгота на всех уже не работает, что-то кастомизируется на какие-то маленькие когорты, а где-то добавляются возможности персональных льгот, которые люди могут использовать своим осмотрением, это характерно и для хардов и для коммуникаций, вот этот тренд есть, поиск людей в тех стратах, которые раньше не были, это предпенсионный пенсионный возраст, хорошая была история студенческие отряды в определенных вещах, и какие-то вещи, все это тоже присутствует, этим занимаемся, и в общем человек, поскольку я в коммуникациях работаю больше, и здесь мы во-первых транслировать людям то, что у них есть, оказалось, что есть ряд недовольств и что-то еще из-за того, что люди просто не знают, что компания дает, или считают, что это само собой разумеющиеся вещи, когда показать, что не везде так, это важно, ну и наш такой процесс, который сейчас имеет крайне важную роль, уже одиннадцатый год мы проводим исследование социально-психологического климата, у меня этот процесс находится, там и увлеченности, и все аспекты опыта сотрудников, вот в этом году и так это было важно, а сейчас просто разбирают на косточке результаты опроса, где болит, где нужно магистральное сообщение от компании, где поддержка конкретной категории сотрудников, в чем, потому что у нас есть и моряки, у которых написано, моряк там, да, в трудовой книжке, есть люди, которые работают в аэропортах и считают себя авиаторами, ну, то есть такая такая палитра людей, где с одним подходом ко всем просто невозможно сделать, поэтому вот сегментация, персонализация, персонализация коммуникации, это вот новый тренд, с которым мы сталкиваемся, сложно, разнообразно, работы больше, но это, наверное, единственный способ удержать и привлечь, чем мы будем активно заниматься в следующем году, спасибо. Спасибо большое, Дмитрий, ну что, коллеги, я предоставляю словом Анне Смирнова, исполнительному директору премии Интерком, она пришла к вам вот с таким уже с бриллиантами, полученными из всех проектов, а их было больше двухсот на премии Интерком, мы их все проанализировали, Анна их все проанализировала, мы много общались на наших мероприятиях с профессиональным сообществом, и вот то сообщение, которое Анна для вас подготовила о трендах, с которыми мы идем в 2024 году, это такой концентрированный опыт очень и очень многих компаний, Анне, я предоставляю тебе слово, пожалуйста. Коллеги, приветствую, я понимаю, что у вас было выделено два часа, поэтому я постараюсь как можно компактнее, кейсов сегодня было много, поэтому я сориентируюсь на тех трендах, которые мы из них вывели, кейсов доступны в презентации, вы их посмотрите, ну там есть и короткое описание, все остальное уже самостоятельно, тем более часть из них уже позвучала сегодня, сейчас я включу свою презентацию, надеюсь, что ее видно, видно? Да. Все отлично, ну что, тогда начинаем. Итак, что у нас происходит для начала, надеюсь, что все из вас знают, что интерком это премия, конференция, профильное сообщество, посвященная тем внутренних коммуникаций, чар-бренд, работодателя, корпоративной культуры, что у нас происходит, к нам приходят лучшие кейсы индустрии, они приходят в профильное сообщество рассказать о том, собственно говоря, чего они достигли и на премию посоревноваться за победы. Мы их все смотрим, мы их все анализируем и, соответственно, каждый год мы выводим самые актуальные тренды, что же, собственно говоря, в индустрии происходит, что у нас болит, да, и, собственно говоря, чем, да, там мы волнуемся. Вот если очень коротко, то вот они, давайте я про них расскажу. Наверное, один из главных трендов мы видим через контент в первую очередь, да, это запрос на легкость. Если за прошлые годы, да, у нас были разные периоды, да, там тем, которые можно обсуждать, нельзя обсуждать, и очень сильно менялся запрос даже скорее на некий tone of voice, да, и если в прошлом году, там мы начали проявлять больше заботы, да, в 2022, да, там у нас очень много было, да, некого нарратива, касающегося с заботой, то он остался, но к нему все-таки добавилось веселье, да, то есть у нас мораторий, да, там на то, чтобы быть легким, на то, чтобы веселиться, на то, чтобы радоваться жизни, он исчез, более того, на это возник огромный запрос у людей, потому что все устали, да, все действительно устали, все устали от негатива, и всем необходим ресурс, вот, а этот ресурс, собственно говоря, где-то нужно брать, и оказалось, что эта легкость, это именно такая самая ресурсоемкая вещь, которая дает, да, нашим сотрудникам расслабиться, чувствовать себя лучше, поэтому во внутренних коммуникациях мы увидели, да, там взрывной рост по количеству проектов, которые связаны с, да, развлекательными активностями, это различные телевизионные шоу, это подкасты, это юмор, который может быть зашит в контексте, да, там наших каналов, непосредственно в контенте, который мы публикуем, это история про то, как мы разговариваем, как мы шутим, естественно, этого очень много в наших ивентах, да, несмотря на то, что ивенты стали, да, там сильно больше, чем просто там корпоративы, в любом случае там везде появился, да, там вектор, в котором, да, мы шутим, в котором, даже если это серьезные, да, там какие-то конференции, встречи, то мы добавляем тех интересных, каких-то, да, там батлов, всяких историй, благо, да, там опыт индустрии здесь уже довольно большой, вот, для того, чтобы, в общем, каким-то образом чувствовать себя легче. Следующий тренд, это тренд на объединение, это мы видим в росте, да, там колоссальном количестве сообществ, которые появляются у наших компаний, и что интересно, да, есть путь, в котором, да, там компании поддерживают саморазародившиеся сообщества, да, причем саморазарождались они как по интересам, так они саморазарождались и профессиональные, вот, и второй трек, это то, что очень многие компании действительно воспринимают это сейчас как инструмент и создает с нуля уже базовую комьюнити для своих сотрудников по методологиям, да, формируя своих лидеров, формируя сообщество, там выбирая лидеров, выбирая административный персонал, создавая для них площадки, да, и решая через эти сообщества непосредственные бизнес-задачи, от, да, там каких-то историй про обмен опытом до непосредственно, да, ну и до, естественно, там, крупкультурных задач. Игра в долгую, безусловный тренд, который мы на данный момент наблюдаем, да, в нашем контуре. В чем это выглядит? Это выглядит и в том, что к внутрикому, да, пришел бизнес со словами, ребят, нам уже сейчас, да, там невозможно закрывать наши вакансии, некому работать, завтра будет совсем страшно, через 20 лет будет совсем страшно. Вот, и понятно, что в первую очередь, да, бизнес пришел к HR, не сказать, чтобы получил там свои ответы. Вот, и понятно, что следующим шагом пошел внутриком, по той простой причине, что у наших компетенций, да, у нас функция такая, более кросс-платформенная, наша компетенция больше подходит для решения этих задач. Поэтому мы здесь вместе с пиарщиками, с HR, красивой коллаборацией, да, идем в работу со школьниками, в работу в повышении престижа профессии, более, да, там, продвинутые компании объединяются, ну, сложно сказать, продвинутые, да, там, в некоторых отраслях, скажем так, принято объединяться именно отрасли, да, вместе с конкурентами, другие, наоборот, предпочитают отстраиваться и работать со своими направлениями, но так или иначе, да, планы по работе внутриком в плане HR-бренда, они сегодня имеют перспективу 20-25 лет, и это, на самом деле, да, там, колоссальная совершенно история, потому что пару лет назад мы говорили о том, что какое-то там стратегическое планирование умерло, наш коридор планирования это неделя и даже годовой план, да, там мы сегодня пытаемся называть стратегией, вот, долгосрочное нашло свое место, да, в работе с молодым поколением в повышении престижа профессии. Высокая технологичность, однозначный тренд, довольно красивый, он связан, да, там и с развитием диджитал и удешевлением ряда технологий, вот, несмотря на, да, дефицит в айтишниках, несмотря на что, да, мы видим, что огромное количество наших процессов диджитализируется, это мы видим и в аналитике, да, и в платформах, которые создаются для внутрикома, для HR в огромных количествах, и также мы это видим, да, там в диджитализации ивентов, и я причем здесь говорю не только про гибрид, да, как некую, да, там уже, наверное, норму, да, для корпоративов, потому что мы там сегодня видим очень много кейсов, да, когда мероприятия, проводящиеся для сотрудников, оно сразу проходит и в оффлайне, и в онлайне, да, для территориально распределенных команд это некая норма, но даже я здесь говорю об инструментах, которые в помощь внутрикома, да, там работают, например, внутренний конкурс профессионального мастерства, да, если пару лет назад мы видели такие проекты, да, их становится все больше и больше, ну вот, но если там пару лет назад глядя на эти проекты, мы видели, что под начинку у них обычно практически ручные, да, там ручные измерения, да, там Google Doc'и какие-нибудь, да, там таблички и прочие радости жизни в Excel посчитали, то сейчас, если компания запускает, да, там действительно какой-то серьезный конкурс профессионального мастерства или, собственно, внутреннюю премию, то практически наверняка здесь будет создано собственное приложение, собственный сайт, там собственная платформа, которая позволит всю эту историю диджитализировать. Красивый, приятный тренд, вот, поэтому здесь смотрим и ждем, уже происходит сейчас, да, колоссальное количество новых продуктов на рынке, которые, да, там создают новые, ну, различные, да, бренды для крупных компаний и понимаем, что таких решений будет стояться все больше, вот, на рынке внутриком будет появляться больше собственных разработанных, допиленных под нас решений, поэтому смотрим, следим, знаем лидеров этого рынка, подсматриваем, вот, и надеемся, что этот тренд в обозревом будущем будет только увеличиваться, расти. Следующий тренд повышения уровня ответственности, и здесь история, да, там, опять же, вот, апеллируя к теме про игру в долгую, очень много, да, сейчас запросов вдруг адресовалось внутренним коммуникациям, да, если раньше, да, мы говорили о том, что в первую очередь, да, внутриком отвечает за то, что там у нас в каналах коммуникации происходит, да, там, ты внутриком-то и коммуницируешь, то сейчас, да, там, действительно, это абсолютно стратегический подход, это история про формирование HR-брэнда, это история про корпоративную культуру, которая должна для бизнеса, да, там, менять и очень сильно повышать вовлеченность, ну, мы сегодня об этом говорили много, здесь останавливаться не буду. Способность принимать решения быстро и самостоятельно, это интересный довольно тренд, он, в принципе, общий для, да, топ-менеджмента, и в связи с тем, что, внутриком на данный момент, да, уже, ну, очень сильно повысил, да, там, свой статус внутри компании, то к нему теперь это тоже относится, что происходит с нашими топами, да, нашим топ-менеджменту, руководителям, SEO довольно сложно в том простой точке, что очень сильно потерялась связка между тем, что ты делаешь и тем результатом, который ты получаешь, то есть мы все, как Алиса в Зазеркалье, да, куда-то бежим, куда-то мчимся, просто для того, чтобы там оставаться на месте, да, и должны бежать там вдвоем быстрее, чтобы куда-то двигаться, и при этом абсолютно понятное планирование, которое там пять лет назад, в принципе являлось основой, да, менеджмента, когда ты понимал, что ты произведешь ряд, да, там, каких-то историй, ты сделаешь определенные вложения, да, после этого получишь определенный результат, посчитаешь ROI, да, там, и поймешь где-то там с помощью креатива, например, там, перевыполнил свой план, а где, да, там у тебя получилось просто то, что получилось, то, что ты планировал, сегодня никаких гарантий, что так произойдет, нет, да, и находясь в точке А, понять, какую именно точку Б, да, там ты попадешь, к сожалению, не всегда возможно, что поэтому начало цениться, там, в SEO-1 в должностях, это способность принимать решения быстро и самостоятельно, приходить с ними, да, потому что приходить с вопросами, приходить, да, там, некими предложениями, и тем более ждать, да, там, что руководитель за нас примет решение, в какую сторону идти, сегодня, к сожалению, да, там, для менеджмент, ну, наверное, никогда не было большой ценности, но сегодня, да, там такой возможности практически нет, поэтому сегодня от нас в первую очередь ждут решения в рамках нашей зоны ответственности самостоятельной, это, с одной стороны, действительно, да, довольно сложно, с другой стороны, да, это действительно говорит об очень серьезном росте функций. Следующее это решение бизнес-задачи, не только HR-коммуникации, довольно много кейсов, которые мы видим, направлены непосредственно на работу с бизнесом, это здорово, потому что, ну, в чем отличие, да, HR-коммуникации, да, бизнес-задачи от бизнес-заказчиков, конкретно в внутрикомном, да, когда мы решаем по большому счету, да, там, историю даже там с той же лояльностью и увлеченностью, мы все-таки находимся, да, там, где-то векторе HR, когда мы коммуницируем историю про наши льготы, про все бенефиты, когда мы рассказываем о некие карьерные треки, да, и работаем над, там, удержанием, например, это задача HR-коммуникации, да, когда мы автоматизируем онбординг и делаем его прекрасным, это все еще находится в лоне HR, когда к нам приходит бизнес-подразделение и говорит, слушайте, мы теряем вот здесь деньги, я прекрасно понимаю, что, у нас, не знаю, безалаберно совершенно относятся к нашей форме, да, давайте что-то с этим сделаем, да, и предпринимается некое решение, которое позволяет с этим работать, это работа с бизнес-задачами. Пару кейсов все-таки на эту тему, да, там расскажу чуть позже, их становится больше, их все еще меньше 10% из всего объема, который был подан на премию, но их в любом случае уже, да, заметно больше, чем в прошлом году, наверное, их около 15, да, там, в этом году на премию уже подалось. И, в принципе, по индустрии мы видим, что это все чаще происходит, это значит, что по большому счету внутриком доказал свою полезность, эффективность, да, и что мы уже не должны бегать, да, там, и по курилкам отлавливать запрос, да, там, от того или иного подразделения со словами, я знаю, что делать с этой историей, давай мы проведем активацию. Это история о том, что мы, во-первых, сами уже научились им в бизнес-процессах замечать те точки, на которые можем влиять, и смежные функции уже сейчас несколько больше знают про внутриком и понимают, с чем они могут обратиться, не только в учебнике, но и с чем они конкретно могут обратиться к внутрикому, чтобы свои задачи решить. В связи со всеми этими трендами, естественно, постоянный рост спектра требуемых компетенций, да, в этом году мы дружно учились работать с нейросетями, да, многие научились, кто еще не научился, да, там может сейчас себе в очередной раз напомнить о том, что это делать обязательно нужно, вот, но это, к счастью, к сожалению, не единственное здесь, да, в связи с тем, что мы очень сильно растем, и функция растет, конечно, мы постоянно, да, там должны развиваться и двигаться, вот, к счастью, внутриком, как правило, люди с проактивным поведением, поэтому для нас это поведение не ново, вот, и с этим запросом мы вполне умеем работать. Ну, и основной ключевой тренд, вы сегодня видели много кейсов, которые его подтверждают, это человекоцентричность, да, что в центре коммуникации сегодня стоит личность, а не функция, причем этот тренд довольно интересный, он заметно потерял свою, да, романтизированность, потому что пять лет назад, когда мы говорили об этих смыслах, да, чаще всего это находилось в точке бирюзовых организаций, да, в корпоративных культурах, бирюзового типа, где, да, там шла речь про демократичность, про счастье сотрудников, да, сегодня мы, на самом деле, реже слышим про счастье сотрудников, оставляя его как будто в неком личном фокусе, но намного больше говорим про состав, про благосостояние сотрудников, намного больше говорим про ресурсное состояние, нужно понимать, что для бизнеса сегодня это вынужденная мера, да, и чаще всего путь, по которому сегодня, да, компания приходит в человекоцентричность, это путь абсолютно бизнесовый, это история о том, что люди теряют эффективность, это история о том, что люди перестают хотеть работать в целой иной компании, о том, что настолько, на самом деле, вырос, да, там уровень социальных пакетов, да, и выровнулся, скажем так, да, по рынку, что на вопрос, почему я должен работать вот здесь, а не через дорогу, да, там с небольшой разницей, да, он, собственно говоря, встает ребром, да, и именно поэтому, да, мы в том числе работаем так много с кооперативной культурой, именно поэтому где-то мы рискуем избаловать своих сотрудников, но на самом деле, да, это запрос в первую очередь бизнеса, потому что люди, во-первых, должны быть в состоянии работать, во-вторых, хотеть работать именно у тебя, и с тем и другим на рынке достаточно большие проблемы, да, у нас действительно рынок кандидата, да, нам не хватает кадров, поэтому, собственно говоря, решение, да, началось с человекоцентричности, и здесь очень много, здесь практики, которые могут быть очень маленькими, например, да, прекрасная там история ту, чтобы дать возможность людям самим голосовать за то, что они хотят видеть в столовых, это могут быть большие практики, коучинговые программы, да, там для каких-то аудиторий, да, там, например, там для женщин, как Фруссад, прекрасная программа, которая будет в кейсах, которые вы увидите на презентации. Это могут быть истории про долгосрочное сотрудничество, да, там у Норникеля прекрасная здесь история о том, как выстраивать длительный трек сотрудничества через свою академию, учить сотрудника и строить с ним отношения на 20-30 лет, да, там длительностью. Поэтому здесь очень много треков, которые в первую очередь, в любом случае, говорят о том, что мы научились разговаривать с человеком как с личностью и прекрасно понимаем, что решение, да, о том, работать здесь или не здесь, принимает все-таки личность, а дальше уже выполняет функцию. Вот такие у нас тренды. Давайте очень быстро, да, постараемся пробежаться по нашим кейсам. Ну, основной дефицит 2023 года, да, там, это ресурсность. Я думаю, что все здесь присутствующие на себе его почувствовали. Вот, не будем здесь останавливаться. Давайте пойдем к кейсам. Технолидеры. Красивый кейс про то, как решать бизнес-задачу. Очень загружены айтишники, которые, да, там, чаще всего отвечают не в этом году. Компания решила, да, в рамках своей общей, да, программной директоризации создать программу повышения финансовой грамотности, обучить рядовых сотрудников неким диджитал-скиллам, чтобы они могли, например, сами сделать, там, лендинг на ТИБДе. В результате разгрузили айтишников на 20% увеличилась скорость выполнения их обычных задач, ну, соответственно говоря, очень много, да, там, вещей, которые они смогли запускать самостоятельно. В лаборатории Касперского «Стальные нервы. Железная хватка» — красивая программа по информационной безопасности, поскольку компания сама по себе занимается информационной безопасностью, то было принято решение о том, что все должны пройти некую внутреннюю сертификацию, да, три уровня, три уровня по навыкам, да, и первый уровень должны достигнуть абсолютно все, да, то есть там все должны пройти эту сертификацию, да, базовую, дальше серебряной, золотой и платиновой. Соответственно, команды сформировались, все прошли, во-первых, да, спойлер, все прошли необходимую базовую сертификацию, дальше процесс геймифицировался, и здесь некоторые команды, да, могли выбиваться в лидеры, была общая турнирная таблица, был очень красивый, вы видите его визуал, да, вдохновленный понятными для целевой аудитории компьютерными играми, вот, ну и, соответственно, можно было делать ставки, что заметно привлекло внимание, ну и, в принципе, отлично вписывается в культуру Касперского. Еще один прекрасный бизнес-кейс внутрикомовский, биржесмен, очень простая, ну, не простая механика, да, но очень понятный запрос. У директора магазинов нужен персонал, персоналу нужны подработки. Создана общая платформа, где ты можешь выкинуть эту историю на рынок, да, свою некую вакансию, и сотрудников, сотрудники, соответственно, могут заглянуть и найти себе какую-то историю рядышком. Я полагаю, что по времени мы слегка уже исчерпали наши возможности, поэтому остальные кейсы, которые не менее прекрасны, вы посмотрите самостоятельно, пожалуйста, обращайте внимание на QR-коды, которые у нас есть в презентации. Это обзоры, которые присутствуют у нас на сайте. Также здесь есть небольшая подборка из пяти медиапроектов для вашего вдохновения. Обязательно заглядывайте и приходите к нам смотреть, делиться, будем вам очень рады. С любыми вопросами, касающимися внутренних коммуникаций, кроме комитета, вы обязательно можете приходить в наше сообщество, присоединяйтесь. Спасибо всем, кто остался и нашел время в своем плотном графике. У меня все. Коллеги, нас почти 50 человек, то есть нас очень немного утекло, нас много. Спасибо всем огромное за включенность, за внимание, за интерес к теме. Я думаю, что мы должны завершать нашу встречу. Я надеюсь, что наш комитет будет продолжать помогать развиваться внутренним коммуникациям в компаниях, снабжая их прекрасными кейсами, интересными экспертами, подчеркивая роль внутренних коммуникаций в структуре компании в будущем году. Я надеюсь, что наша первая встреча состоится уже в феврале. Предположительно, мы ее посвятим теме профессионального образования в коммуникациях, в частности, во внутрикорпоративных коммуникациях. А сейчас всех с наступающим Новым годом, всем успехов, радости, всех достижений и баланса. И огромное спасибо Ассоциации менеджеров за поддержку внутрикомов в этом году, такую значительную поддержку. Я думаю, что в будущем году будет еще интереснее. Давайте сделаем финальное фото. Кто может, включите, пожалуйста, камеры. И мы помашем всем друг другу. Спасибо огромное нашим интереснейшим спикерам, вашим прекрасным кейсам. Я думаю, что все обязательно получат презентации и все сегодняшние кейсы и наша финальная презентация вдохновят вас на развитие ваших собственных проектов. Ну что, Рост, ты сделаешь в данном фотографии? Кто еще готов показать? Да, я сейчас сделала, но, к сожалению, маловато все еще. Может быть, еще кто-то? Кажется, это было, так как это не было в сценарии. Ну, таким составом тоже хорошо. В любом случае, спасибо большое, что пришли. Всех с наступающим Новым Годом. Очень приятно видеть в числе наших участников Вячеслава Тихомирова, которого всегда ведет в пиад сообществе, а теперь он с нами. Здорово, Вячеслав. Давайте обсуждать. Лариса, спасибо вам. Вы центр притяжения, да, вы сделали этот год таким ярким, незабываемым. Вы, команда, вы просто уникальны для нашего рынка и, наверное, не только для нашего. Реально, спасибо вам огромное. Очень крутой шоу. Спасибо, коллеги. Да, спасибо огромное. Коллеги, спасибо большое. Рост и делов тогда. Да, да, отправлю. Спасибо. С Новым Годом. Коллеги, спасибо большое. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч.